Ну и там же еще бутылки осталось Я уже налил Так Я уже налил Ну что контора, думали все? Постримил сегодня и больше ничего не будет Нетушки Я наконец-то уговорил Надюху посмотреть Пусть бугуртят Вот И она прям болеет Но она такая, ради конторы Я готова стать геем И посмотреть пусть бугуртят Нет, он мне угрожал Чем? Ты ничего не докажешь, я подрабатываю электриком Да Все, выходи в социальные сети Я хотела видео послать Тут, тут ребята Ты собрал уже людей? Ну вон они Ребята, сколько еще ждать, чтобы еще кто-то пришел? Я уже готов начинать в принципе смотреть пусть бугуртят Давайте еще две минуты подождем Ты съел все бананы В смысле все бананы Я хочу бананчик Я не знаю, какой лучше Я тебе все три пошлю Да Напомню пацаны Бример Это Руслан, который на жопе сделал татуировку контора И здесь он сделал татуировку лиса гоу-гоу Покажи им Сейчас Сейчас она покажет Вася, здорово Сейчас будем пусть говорят наконец-то смотреть Аллилуйя Свершилось Свершилось Так, это сам Руслан Это сблизи Да, лиса гоу-гоу Контора осуществляет мечты Это наша цель Вашу мечту сделать явью Он написал Офигенно, с нетерпением жду Да, просто А я прям сейчас пошлю Ладно, сейчас она тебя пошлет И тогда мы начнем Вконтакт можно слать видео? По-моему, можно Типа сообщения и там видео Контора, я еще подумал Может быть мне сделать чат в телеграме Чисто для конторщиков Чтобы скрашивать моменты Пока нету стрима конторы Мы можем там общаться И вы друг с другом можете там общаться Ну так, чисто Такая, закрытый чат для конторы О, отлично А как это сделать? Ну давайте пока Надюха занята Я попробую сейчас его сделать Я, наверное, захожу в телеграм И там сразу как-то можно Я думаю, это как-то просто должно быть New group New secret chat New group, да? Или new channel надо делать Или new channel Channel name Контора Description Критическая масса атаки Масса Атаки Public channel, private channel Public channels can be found in search Anyone can join them Private channels only be joined via an invite link Хмм Короче, пока пускай пабликом будет Пофиг А, линк надо придумать Ну, контора 94 Контора 94 О, is available Контора 94 Все, я сделал Ссылка, короче В телеграме Контора 94 Английскими буквами Сейчас я в чат напишу Контора 94 А, чтобы все могли писать Это групп надо было делать, да? О, у нас уже один субскрайбер есть Зашибись И это я Черт А вы не можете, да, писать В этом самом В ченнеле Только я, да, могу? А вот кто-то еще зашел Вот кто сейчас зашел Попробуй, напиши туда что-то Вот Сатоши Квиллфайн Вы можете писать или нет? Скажите Если нет, я тогда сейчас сделаю Эту самую Ммм Группу Ага, Сатоши не может Все, не можете писать Окей, сейчас сделаем группу Пофиг Но у нас уже есть страница конторы То есть Канал Пускай в этом будет смысл New group Add people А можно Блин, то надо добавлять людей Почему просто ее нельзя сразу сделать? New group Add people А как Кого мне добавлять? Тупо Если сделать группу Я должен кого-то пригласить А вот я Вадима, допустим, приглашу Enter your group name Кон Ты послала ему? Да Контора Ну все, я сделал группу И как вы ее найдете? Она называется Контора Русскими буквами большими Контора Ссылки тут никакой нету По-моему, сюда вы не можете Сами зайти Сюда, наверное, я должен Приглашать тех Кто у меня есть В этом самом Как его? А, через пока можно? Сейчас я попробую Через пока Так, Telegram Контора Edit Info Info Нет, тут нельзя никакой ссылки найти Я не понимаю, пацаны Че так сложно У меня ник в Телеграме Ликей Оригинально, правда? Так, групп, групп, групп Clear, History, Search Не, Контора 94 Это публичная Страна Ну, это типа Channel А, подожди Да, это Channel Туда вы не можете писать Как бы это это, да Но еще я сделал Группу Контора И Ну, туда вроде Я могу только сам Приглашать тех Кто у меня есть В контактах А, вот, пригласи Вот сейчас я Дениса приглашу Так, сейчас Как это сделать Контора Эй, так, не надо Как это сделать? Как мне тебя пригласить туда? Я захожу в саму контору И здесь вот А, вот AdMember Окей А, все Есть линк Копи линк Так, а как мне его Теперь в Twitch кинуть? О, пацаны Я Слышишь, Денис Я сейчас линк кину В нашу группу ВК В контору А ты, короче Запасти в Twitch Для пацанов Группа Телеги По-добильному Как-то сделано Все, короче Я в нашей группе Во Вконтакте Контора 94 Кинул ссылку На Телеграм Сейчас Денис Туда зайдет И кинет вам в чат Во Сейчас я вам себе напишу Здарова Контора Так, только пацаны Ну, сейчас Там не будем переписываться Сейчас-то мы все-таки Тут В прямом эфире Но потом уже Можно там нам Прикалываться Между собой Общаться И так далее Все, работает Круто Ну все Вы, короче Туда подходите Потихоньку Я Врубаю Телеграм Вот Сейчас все Надюха придет Надя, мы готовы В принципе, да? И начнем смотреть Пусть бугуртят Мы сегодня Выбрались Наде Тему А ты им еще Не говорил Нет В общем, парни Прикол в том, что Кстати, да Будет чуть-чуть тихо Поэтому так Прислушиваться надо Ну Слышно В принципе, да? Если хочешь Что-то сказать Ну Ты говори Я просто паузу буду нажимать Херово Когда и там говорят И мы говорим Вот Значит, пацаны Сегодня мы Я на самом деле Вас обманул Мы смотрим Не пусть говорят А прямой эфир Но это то же самое В принципе Там, по-моему, тоже Малахов Вот О, Надя У тебя халат классный Так Edit scene Все Я двигаю нас сюда Наконец-то Мы будем смотреть В общем Мы смотрим Эфир Который называется Дорогие девушки Они знают себе цену И готовы Ее объявить Сейчас мы узнаем Сколько стоишь О, про меня передача Ты знаешь свою цену? Да Сколько? Торелочка-борщика Торелочка-борщика? Ее все нормально слышно? Она так довольно-таки Тихо говорит Так, я вырублю здесь звук А то в телеграме Слышно, как все приходят Так, все Начинаем Вы там по звуку Тоже говорите Эхо не должно вроде быть А они это видят сейчас тоже Да, вот они так все видят Вот так Я на весь экран не сделаю Золотой ребенок лондонской элиты Ее гардероб Представьте себе Она совсем девочка Стоит 150 миллионов рублей Или вот Елена Сидоренко Она вообще говорит А зачем работать? Если девушка красивая Не нужно горбать по 8 часов Каждый день Эксклюзивные авто Роскошные особняки Ей достаются просто За красивые глаза Причем буквально Уже сегодня в прямом эфире Меня прикалывают Когда говорят Что зачем работать Они по 8 часов в день Херачат на то Чтобы так выглядеть Каждый день ходи в салон Я просто Когда выступаю На сцене Мне надо час Сделать только макияж Час Сделать прическу Час Привести себя в порядок Там Намазаться Извиняюсь за подробности Побриться Намыться Насушить волосы И это только Три часа Побриться 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 Глазенько Побрилась Сегодня Лосьон Усы 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 Не сбрилась Чуть-чуть Остались Подожди Собьешь Это мне и нравится И так я тут Трудно думал У меня с температурой 35 Вот И короче То есть я Три часа Я только Это такой Базовый комплект А они еще Делают маникюры Педикюры Как-то Всякие Всякие Там Салоны Крио Сауны Там И вот это Все Они еще Посещают То есть Я уверена У них уходит Около 8 часов В день Просто они Это делают С удовольствием Ну сейчас Мы это узнаем Может Не так Все Дорогие девушки Они знают Себе цену И не стесняются Объявить ее Тем Кто мечтает Об их Любви Елена Сидоренко Вот это кстати Ключевая фигня Тем кто мечтает О их любви То есть я уверен Многие сейчас Наверное в зале Будут их осуждать Но всегда можно сказать Ну так Не обязательно тебе Ее добиваться Если тебе что-то Не нравится Ну море других Девушек есть Ну посмотрим Посмотрим Здравствуйте У вас Есть какая-то Стоп На первый взгляд Абсолютно Обычная Девчонка И не видно Что она вот там Как ты вот говоришь Какие-то там Сауны Операции Как они обычно Знаешь Обычно таких Сразу Голддиггерш Их дико видно Ну на фотографиях Показали Так было видно Что там девушка Вечерний А то Это она и есть Это она же Нифигасе Как отличается Здесь она специально Мне кажется Она специально Пришла Такая У нас в студию Скромная У меня видишь Так как все Прикрыто Чтобы вообще Бабки ее Помидорами Не закидали Цены В неделю Вам не интересно Общаться Вообще С мужчиной Ну Не ниже 25 долларов Тысяча Долларов 25 тысяч долларов Неделю Не ниже Откуда столько Почему столько Ну изначально Разбаловали Скажем так И теперь как бы Ниже ставку Я не принимаю Ну мне не интересно Смысл Если мужчина Имеет Этот чел Инстаграмер Снимает Там скетчи Всякие И возможность Показать себя Почему я должна Выглядеть хуже Рядом с этим мужчиной Достаточно мужчины А мужчины разные А как Ну в принципе Нет Был момент в моей жизни Когда у меня было Несколько ухажеров Я была привыка Елена Сидоренко Получает от спонсоров 30 миллионов рублей В месяц Ну 30 миллионов рублей Это Короче миллион рублей Это где-то Ну 15 тысяч евро Это 1 миллион рублей Умножаем на 30 300 тысяч евро что ли Получается Что-то такое Охренеть Барри при таком Небольшом Из каждого По 25 тысяч Вы Около 100 тысяч долларов В неделю 25 тысяч долларов За что? За себя За мое общество Я знаю что Вы в Краснодарском крае Да Родились там Жили Работали в кафе Да И там вы встретили Свою первую любовь Или первого спонсора Это не одно и то же Это параллельно шло Друг к другу Мужчина был Старше меня Очень старше меня Девушки радуют Сейчас А одну Дайте Не все вместе Да Да В итоге я работала Он туда заехал По делам Начал ухаживать Начал присылать деньги Которые в принципе Я отправляла А где вы работали? Официанткой я работала В кафе просто Ага Да Вот Начал присылать деньги Я отказывалась В итоге он приехал сам Попросил Время ему уделить Мы пообщались Ну и оно само по себе закрутилось В итоге он меня позвал в Москву На что я сказала Ну дорогой У тебя семья Я знала Что у него есть семья Что у него есть жена Дети Он говорит У тебя семья Я там Переезжай ты ко мне сюда Ну Был такой намек Но в итоге Она дорогая любовница Ну да Как вы поняли Это был какой-то богатый мужик С семьей И может себе позволить 25 кусков В неделю Отдавать на нее Но она такая Типа Я не буду рушить семью Ну ты как бы Деньги мне давай Но Но семья превыше всего То есть она такая Ну как бы Праведное дело Получается И дает этому мужику Еще как бы такое Что Я еще не старпер Со мной еще молодая женщина Ну типа такого Такое ощущение Наверное Наверное Эти мужики В принципе Именно это ощущение И покупают Да Ну они понимают За что они Потому что Ну просто Молодая девчонка Уже Ну вряд ли его полюбит Короче Да С семьей Старого А за бабки Как бы Ну окей Я никогда не настаивала На том Чтобы он бросил Свою семью Никогда Ни в коем случае Но при этом нормально То есть вы встречались Женатым мужчиной Да Боль Ну это нормальное состояние Когда женщина Получает дивиденды От мужчин Да Он не может на ней Жениться Это знаешь Нет У нее есть канал На ютубе Бешенство матки И она рассказывает Как вот Разводить мужиков На бабки Там Как там Сосать хер Ну такая всякая фигня Нет Прикол А что мужчина Долгоручное состояние Дивиденды Вы знаете Моя любимая Здесь будет Кто Помнишь рассказывать Барби А Не знаю Посмотрим Я нахожусь В неком Таком достаточно Шоке Я перед передачей Открыл интернет И посмотрел Вы знаете Там такое пишут Там На самом деле Оказывается У нас Вот этих сайтов Которые Предлагают Судержанок Там И миллионы Дальше У нас Здесь оказывается Огромное количество Тренингов Как тянуть Из мужчины Деньги Вы знаете Я даже Об этом не знал Что такие тренинги Кому Сегодня Вы познакомитесь С теми Кто эти тренинги Браво Отраси Бизнес Индустрия Вас много всего ждет Но А вы Вы были счастливы С этим мужчиной Которые Это Он нас посадил На иглу Таких денег 25 тысяч долларов Да Да Еженедель Изначально Поставил он Да На самом деле Было не тяжело Потому что Речь зашла О детях О семье Что он бросит Свою семью И я как бы Наотрез в этом плане Отказалась Я не готова Сейчас Я не готова Уйти в семью Если так Искренне Ну нахера Он ей нужен Вы проплатила Она подумала Она кого-то еще найдет 100 баллов Она сейчас пытается Такое Из себя строить Что Ну я как бы Трахаюсь за деньги И поэтому Все меня ненавидят Но я сейчас скажу Такое что Но вот Я не хотела Чтобы он уходил Из семьи И от детей Чтобы знаешь Все такие Ну да Она как бы шлюха Но такая Вроде еще мораль есть И ну ее Как бы аудитория полюбит Но самой мне кажется Ей вообще на срать Ей просто он не нужен Для чего он ей Я думаю Как раз таки Они расстались По той причине То что он пришел к ней И сказал Короче я готов Ради тебя бросить Семью и детей Она такая Ну нахер Типа гробить свою жизнь Я еще помоложе Себя найду И побогаче Конечно Сейчас она заработает А потом уже найдет Себя молодого чувака Он ей такую Открыл ступень Вот это вот Вот это реальность А не то что она там Мораль в ней какая-то Проснулась Если бы она влюбилась В кого-то Ей бы насрать Хоть 10 детей Она бы все равно Хотела чтобы мужчина Был с ней И одновременно Ей было бы насрать Хоть там 100 тысяч долларов Он ей платит Это был бы пофиг Я еще слишком молода Сколько вы вместе Пробовали с ним Два года Два года 25 на 4 100 А миллион 200 Два с половиной миллиона У вас осталось Такое, я понял После отношений Осталось, да Нормально Осталось помимо всего этого Нет, а где вы Вот это тоже Я всегда, кстати С этого прикалывался А как с налогами Вот в таких ситуациях Вот непонятно Ну то есть У нее сверхприбыли Конкретные Но налоги Она как бы Естественно Она с этого не платит Но это как-то вот Надо регулировать На законодательном уровне Есть же сумма Карточки перечисления Определенная сумма Которая не облагается налогом Ты можешь перечислить ее Так он просто ей наличку дает И все И все И это никто нигде не увидит Тогда да Тогда да Ну вот Как это работает Она же на всю страну Сейчас заявляет Вот про эти сверхприбыли Налоги с этого Как бы не взять Но все жопой понимают Что Блин, я со своей зарплаты Там в 400 евро Плачу налоги А тут типа Она зарабатывает лямы И это все без налогов А ну типа Как-то так вообще Бизнес, который он мне помог развить У меня есть недвижимость Которая мне помогает Представляете Он помог вам развить бизнес Он дает вам денег Вы из себя Как личность Что представляете Объясните мне Из себя? Ну вот посмотрите на меня Скажи Я ничего не вижу Ничего не видите То есть не видите ботокса Не видите силиконы Не видите Каких Ну а это разве какое-то достижение? То есть она сейчас ему подала Что видишь Ты не видишь ботокс Ты не видишь силикон Я естественная Вот поэтому я Такая ценная Таких как ты Как говорит Лжей Да хуя Типа Я тоже Я не понимаю Почему девушка Не может сказать Я из себя ничего не представляю Я просто красивая Что ты из себя представляешь Себя Она могла еще круче На самом деле ответить Она по-тупому ответила Она могла сказать так Ну вот видите Я из себя ничего не представляю А чувак мне платит Лямы рублей А у меня нет цели Ничего я себя представляю Все А она как-то это подала Сейчас наоборот Я просто бабки хочу Она могла лучше сейчас себя подать На самом деле Она очень Видно что она подготовилась Она очень настраивалась Тут мне кажется Надо приходить И уже просто Надо троллировать всех По полной Да Вот как это Барби Почему я обожаю Она говорит Она только открывает рот Начинает орать Орать вся студия А ей посрать Она голос повышает Микрофон ближе берет И говорит Пока она не скажет Никто слова И от нее будет микрофон Забирать Она будет говорить И вот так я считаю Вот так будет говорить Ну это круто А это видно Что одеть Продумала Я бы на ее месте Сказал бы реально так Вот он говорит Ты себя ничего не представляешь Вот у тебя нет Там нет силикона Я бы сказал так Вот видите Я обычная девушка И вот мне платят бабки Ты так не сможешь Да Сказала бы Нет цели Нет цели Все То есть надо до конца эти Если ты уже такая Типа я шлюха за деньги Так говори тогда в лицо Это всем И вот тогда все будут Пробку ловить Такая я есть Меня за это и любят Вы работаете О чем говорит Гусейн Вы работаете вообще Нет Нет Я вообще не Это принципиально А что за лизность Я не понимаю Как можно сейчас В принципе жить В столице И получать 25-35 тысяч рублей Горбатить при этом Как можно жить в столице Как можно жить в столице И получать 25-30 тысяч рублей Горбатить при этом Ну в смысле Так и жить Ну все дико от амбиции И от желания Опять же зависит Уверен У него такие ну Такие дико примитивные желания Что бриллианты Там нега крутая тачка И огромный дом С золотыми колоннами Ну ты просто этого всего Не хоти И все И ты живешь На 30 тысяч рублей Спокойно Вон у нас пацан Сегодня На стриме спрашивал Чуваки У меня 60 евро Мне надо 16 дней прожить С чем мне жрать Но я ему сказал Покупай гречку Сосисочки И пельмени А еще вариант такой Я так экономила Однажды на Казантип Лет 10 назад Я получала там 160 лат зарплаты Это 200 евро И как я копила Я Просто варила Огромную бадью супа Особенно щи круто Потому что щи Это суп Который может стоять Неделю И не портится Потому что они уже кислые И я просто варила Огромную бадью супа И жрала ее На обед и ужин На завтрак Что-то другое Самую дешманскую Овсяную кашу Прекрасно выглядела Прекрасно питалась И копила деньги При этом Вот еще вариант Дом с золотыми колоннами Как? Как? Что? Все же хотят Дом с золотыми колоннами Кемора много Успокойся Поубирать все Это живой Голова болит Спать плохо будет У меня нет Придано Вы рассказали Что это была любовь Вы рассказали Что это была любовь Да? Да, я влюбилась Да Объясните мне Зачем он платит Тогда 25 тысяч Зачем? Вот если у вас Чувство Отношения Хочет платить Хочет платить За собеседник Тоже что плохого Если мужик Как бы может И хочет Смотри Если он платил бы 25 долларов В неделю Все бы так Не возмущались То есть всех волнует Этот предел суммы Интересно С какого предела Сумма в неделю Ну ты не считаешься Еще вот такой плохой Там 25 долларов Ну вряд ли кто-то будет Читает 100 долларов Ну наверное Не буду 50 уже так Здесь я тоже думаешь Все шлюха Типа уже Ну нет Ну уже такое Можно привлечь внимание Ну а если у чувака 25 тысяч долларов Для него это как 25 долларов Ну что ты такого Если он может Мужчина Зачем он платит тебе Ну зачем Просто я не понимаю Почему я не плачу Свои дружбы Мужчина знает статус Девушки Которая должна быть Рядом с ним А как он ухаживал За вами Расскажите Какие он вам поддать На самом деле Это когда вот этих Диких животных Пытаются вот там Одомашнивать Это статус Слоны Тигры Тигры Зачем да Сто баллов Сто баллов Кокаин Скорее всего Чувак попался Цветов За женщинами Одинаково Ухаживают Типа Какими-то Вот подарками Вот этими штуками Пытаются привлечь Ну кто-то может Просто такой подарок Сделать А кто-то такой И у каждой девушки Есть такой Но почему-то Винят Именно ту Которые вот Такие Большие подарки Делают Почему Блин Это же просто Тоже Мужик Просто влюбился Ну да Тупо Неужели Тупо Зависть Это Правильно Суть Женщина Скала Теперь я могу Обеспечить себя Своих детей Своих внуков Как и любая Другая женщина То чего она и хочет Ну как бы да Суть в отношениях Ну Женщина ищет В мужике Стабильность Какую-то Того Ну типа Детей И короче Сможет там Защитить И обеспечить Ну логично Да И тоже Вот эти все люди Которые в студии Сидят И там что-то Ее ввинят За то Что ты там Одновременно Со многими Мужиками Мутила Да блин У вас у всех То же самое было Просто Ну масштабы Другие Но тоже Ты и Тей Петя Нравился И Вася И мужики Тоже И с Ленкой Пытались мутить И с Лариской И кто первее В итоге Ну И они еще Я винят У каждого человека Абсолютно Есть такой Период жизни Просто он может Маленький Не особо заметный Не особо значимый А тут Такой Во Цифры Слушайте Я ничего не вижу В этом ничего Постыдного Понимаете А вы как А вы сами Как Вы говорите Я не работаю А чем вы занимаетесь В жизни Вы только тратите Эти деньги Борис А зачем вы Постоете в денег Работать В принципе да Получается Да по сути Я трачу эти деньги Но точно так же Деньги извне Приходят ко мне То есть не только От этих мужчин А как Есть бизнес Который ведется Ведется не мной Ваш бизнес Мой бизнес А что за бизнес Модельный бизнес В Италии У вас было в Москве Четыре Или сколько Одновременно Трое Трое Было одновременно Трое спонсоров Это все после того Как вы уже расстались С этим своим первым Ухажером Олигархом Который перевез вас В Москву И вот здесь Вы так Пошли Получается По рукам Почему пошла По рукам Что он это Перчинки добавляет Выбирали не меня Получается Этот мужик Вас практически Проституцией подтолкнул Нет Какая проституция О чем речь По моему Проституция Это тогда Когда со всеми подряд И за мелочь Грань такая Со всеми подряд И за мелочь А если со всеми Подряд И за большие деньги Тогда это не проституция И вот опять То о чем я вначале Говорил Где вот эта сумма С какого порога Типа уже не проституция Типа если ты за 25 долларов Потрахалась Из-за денег То это так Типа шлюха Типа 25 долларов А если 25 тысяч Еще Это не шлюха Или люкс шлюха Или как Хорошо Окей Чувак мне например Предлагает За 25 долларов Переспать И я ему говорю Так ты мне нравишься Можешь не платить мне Я шлюха или нет Ну я хочу с ним переспать Я шлюха или нет Ну типа считай Это шлюха Это если за деньги Но в итоге же Даже с мужем Муж тоже А потом у меня День рождения Он подарил мне Сто долларов Ну вот Этот же чувак Например Сто долларов Подарил мне А мы с ним общались Например месяц Меня интересует порог Пацаны Со скольки Со скольки Баксов Шлюха Как вот в книге Открываешь Проституция Ну типа вот Чтобы мне объяснили Чуваки бежат Не не шлюха Не шлюха То что ты сказала Хорошо А если А если взяла 25 долларов Но он мне нравится При этом Тогда для общества Шлюха Но для самой себя Ты понимаешь Что ты ради любви Ну как бы еще и заработал Там нет никакой любви Просто парень Интересно И сколько пробежало Ну вот сейчас пацаны Фарту масте Пацаны Разложите за эту тему Наводящий вопрос От Надюхи поступил Разложите по масте Не просто интересно А если ей Мужчина интересен Действительно И он просто вот Дает такие деньги А он ей Привлек ее Шармом своим Да Еще человек спрашивает Артем Они просто за ней бегают Или она пехается С каждым Он как бы говорит В этом есть разница Если они вот просто За ней бегают И она такая Ну ты Это одно А если она еще и трахается Со всеми другими Вот это Тогда типа Наверное шлюха считается Но видишь Тут они иногда Такие старперы есть Которые там уже Не могут даже Сексом заниматься Им просто важен статус Чтобы ты с ним Рядом ходила На светские мероприятия Как бы сопровождала Его все время За это он тебе платит деньги Тут еще такие грани Есть у них там В этой элитном мире Чела Вася написал Что до 24 тысяч 999 Это шлюха Если уже выше берешь Тогда это элита А если он зарабатывает 40 тысяч рублей В месяц Вы влюбиться Не сможете никогда Я наверное просто Общаюсь Немножко в других кругах Поэтому я с такими мужчинами Не сталкиваюсь А в принципе Какая может быть любовь Давайте так Рассуждать Если мужчина зарабатывает 40 тысяч рублей В месяц Значит ну Где-то что-то Не достает Правильно В мозгах В амбициях Еще в чем-то Не обязательно Вот это тоже тупо Я как бы ее понимаю О чем она Но почему не достает В мозгах И не достает В амбициях Опять же Свобода воли Про что мы говорили Ну вот у чувака Так получилось Да Это раз Второе Так может у него желания нету Может ему хватает Да Он такой Не хочу ездить на мерседесе Не хочу там Колонны Хочу жить Вот в обосранной хате Вот как ты например Да Да и даже за 40к рублей Ну можно тоже нормально жить В принципе Все дико Ну То есть она Она как бы подразумевает Что все мужики должны стремиться Ну у них именно должно быть От души желание Быть там миллионерами Так может чел такой Да мне вообще Я хочу как стены красить Быть маляром А в малярке Особых бабок Как бы нет Ну не водится Но я хочу красить стены Зато я на своем месте А есть такие А эти миллионеры Часто бывают Просто Они делают все Потому что мы помнишь Тобор обсуждали Они все ради бабок делают А для чего? Для того чтобы Ну выживать А для чего выживать Чтобы опять делать эти бабки И в итоге они У них нервишки Ну страдания И они на своем месте Наркота Наркота Куча телок Потому что ну Хоть весело Но в итоге Он не чувствует себя Вот то что мы сегодня Кстати на стриме С пацанами говорили Фулфилмент Вот этого наполнения Что я на своем месте Это тоже может быть Она как бы говорит Что если у чувака 40к в месяц То где-то что-то пошло не так Нет амбиций Да может он такой У него была задача Такой в 7 лет мечтал Хочу 40к в месяц зарабатывать И вот он ее достиг Наоборот Даже хлопать ему надо Вот у него была цель И он ее достиг Может у него такая цель Блин так бесит Когда всех равняют У всех должна быть Одинаковая мечта А еще очень важно Есть такой контингент Миллионеров Например Которые зарабатывают Но им не надо И они от этих денег Избавляются очень быстро Есть такие люди Живут скромно У них там где-то Бабки варятся Но они их там Где дома Приют И питомники Отдают А сами живут скромно При этом Есть даже такие люди И еще тоже Тоже большая штука Откуда эти чуваки Доставали бабки Ну ей-то это не важно Но по сути Да Он может быть там Честный бизнесмен Честный бизнесмен Но Может он там Торгует наркотой Ворует Убивает Может через убийство Эти бабки Органами торгуют То есть ей как бы В итоге конечно Насрать Бабки не пахнут Но типа Это уже так Не факт вообще Глупый мужчина Никогда не будет Зарабатывать Маленьких денег Сразу Вспоминаю Перельмана Ну вот математика Который Доказал Гипотезу По Ангаре Или Теремуфирма Не помню Ему дали миллион За то что он Он отказался Он такой Я не хочу Миллион Мне не надо Я хочу с мамой Жить на хате И математикой Заниматься Я сомневаюсь Что он глупый Она путает Ну она наверное Имеет ввиду Глупый Это такое Что-то больше Вот такой самец Типа она думает Больше смекалистый Наверное Вот такой Который хочет выживать С телками Но бывают гении Которым это вообще Не надо Бабки вообще Им не решают ничего Они даже им мешают Она немного Ну скорее всего Просто неправильные Слова использует Бабки это не признак Ума Бабки это признак того Что где ты умеешь Добазариваться Где-то хватка У тебя есть Но это Невзять на ум Но каких-то знаний Там По химии и физике У тебя вообще Могут не быть Ума бабки Ракета Да Мой этот Знаменитый Ракета Про которую Я вам рассказывал 70-летний миллионер У него три класса Образование Образование уличное Абсолютно Бабок до хера Есть вот эта Смекалка Он не может написать Слово бензин Он умеет с людьми Гореть Но он не может Написать слово бензин Например Он пишет как-нибудь Бейзин Ну вот так вот То есть Но он глупый Именно вот В интеллектуальном смысле Этого слова Ну один из них Был в девятнадцатом Списке Форбс Вот первый ваш ахажор Он был номер девятнадцать Списке Форбс Фамилию Вы назовите фамилию Мы вам смотрите Да конечно И убьют Так она его уже все равно Задианонила Она сказала Что он в каком-то году Был там В списке Форбс Она по-моему даже место сказала Девятнадцатое Ну так сейчас откроют Просто посмотрят Кто был на девятнадцатом месте В том году И вот и Дианон Я не сказала в каком году А не сказала да Но все равно это уже сузило Каждые года Смотришь девятнадцатое место Ярик Ярик грамотную тему говорит Ты можешь быть суперумным Но асоциальным И ты не продвинешься Правда да Ты можешь быть интровертом Который Какие-то мега там Гипотезы мутит Открывает Там изобретения Какие-то делает Ты же умный Но ты слышь людей Че-то А нафиг надо И все В определенных рангах Они между собой пересекаются Поэтому выбирать было А где вы их находитесь? Что за круг такой? На светских мероприятиях Ну вот это вот мой маленький секрет Можно я его оставлю при себе? Нет нельзя Почему? Все Библиотека Ленина Станция метро Москва сезам не верит Библиотека Ленина Это не сайты какие-то Бывают довольно-таки Неожиданные встречи На улице Ну не то чтобы на улице Не то чтобы на улице Это в ресторане Которые притягивают Успешных мужчин Есть девушки Которые отталкивают Успешных мужчин У каждого свой уровень Это ее позиция 25 тысяч Это моя планка У кого-то А кстати Вы говорите про эту планку Как вы понимаете Что Ага Здесь У него есть столько А вот у этого нет Я пошла дальше Как вы вообще Мужчину раскручиваете Я не раскручиваю Ни в коем случае Это идет в процессе общения В процессе разговора И Выходит на самом деле Довольно-таки прямо Но разговор выходит Дорогой мой Если ты сможешь Меня обеспечивать Так как я к этому привыкла Чтобы я соответствовала тебе Ну это честно Это прикольно Это прикольно Если сразу говорит Все, понял Я просто хочу представить сцену Вы же не знаете Сколько я зарабатываю А так по виду Можно догадаться Не определяю Давай, братан Вы определяете по виду Смотри, же, трогает ее По общению Да Ну вот мы с вами встретились Не в студии прямого эфира А в библиотеке Не в библиотеке Это происходит На самом деле Да, это нереальная встреча В библиотеке Нет Хорошо Хорошо Это роскошный ресторан В центре Москвы Я иногда могу сходить Это Майями Это полгода Давай, братан Походу все будет По внешнему виду По внешнему виду Не определяю По общению По внешнему виду Да, это не определить вообще Конечно, нет Вы говорите Куча миллионеров Входят в обосранные майки Не определишь никогда Мои хозяины клубов Где я работаю Они всегда просто бомжары Просто бомжары Им некогда выбирать одежду Они все время в запаре бегают Так, ты, ремонт, деньги Хоп-хоп-хоп У них всегда майка Заношенная, хлопковая И джинсы потертые, мятые Потому что они в них сидят По встречам бегают Потому что им нечего уже доказывать Им нечего уже доказывать Им нечего уже доказывать Им некогда в принципе Эти вот этих пижаках И часто, помнишь, мы наоборот С тобой это заметили Такие чуваки, которые там Проект Иду вперед Они всегда в пиджаке Часы Такое, типа Я с такими без улыбки Разговаривать не умею Мне хочется поржать ему в лицо У кого-то из себя строишь Мудила Пора остановиться Пора остановиться, да Так, сейчас вот этот жест Так, часы, часы покажи Вот это вот На стол Привет, Надя Слушай, у меня сейчас, короче, проект В Майами Вот сейчас делаю Будем снимать Клипы Разбуди, как поржу Орел Пак Разбуди, когда закончишь Ходи моржу Вы мне говорите Именно обо мне Как вы меня видите И Ну, в принципе Мужчины, которые Имеют определенный достаток Они знают, как это делать И в основном Всегда это выходит по сценарию Есть определенный сценарий По сценарию То есть вы уже знаете Все эти штампы С которыми мужчины заходят на посадку Да То есть успешный мужчина Просто так не болтает Или Ты меня прямо сейчас задавишь Ну, ты говоришь, что это уже сценарий То есть ты знаешь, что они говорят Ну, не то, что наизусть Это, в принципе, идет все в одной тематике Как то? Можно я за вас заплачу? Обычно это начинается С бабок начинается Ну, изначально Как он может ко мне подойти? Здравствуйте Можно с вами познакомиться? Ну, да Ну, как-то банально И что вы ответите на это? Можно я за вас заплачу? Я хорошо зарабатываю Дальше, смотри Не прокатывает Ну, изначально, получается Давайте пообщаемся С нами Почему Бэк дэц Вот почему она так в студию не пришла? Зачем она Еще без пианино Он начинает уже немножко по-другому воспринимать женщину То есть не просто девочка С такими глазками, губками Ну, давайте Заход, я понял Девушка, давайте я за вас заплачу Давайте с вами пообщаемся А потом посмотрим Актеры без Оскара Берегите себя и своих близких До свидания Девушка, давайте я за вас заплачу А давайте сначала пообщаемся Берегите себя и своих близких С вами был Андрей Малахов Ну, если это шутка, конечно То тут можно оценить А вот бывает же, что и насерьез А когда вы объявляете Даете понять мужчине, что 25 в неделю Или до свидания Когда это уже переходит Именно на уровень Более такого тесного контакта То есть не в плане секса Нет А в плане именно общения Отношений То есть Мне нравилось, как Барат спрашивал Эй, сколько стоишь, красотка? Почему так сразу нельзя спросить? Просто подходишь Эй, сколько стоишь? Да, мужчина идет к отношению То есть В итоге же она все равно бабки хочет взять Но культура вот не позволяет Прямо так говорить Это так, ну, шлюхой посчитает И вот мужикам тоже надо как-то Изворачиваться Придумывать Вот эти такие слова обходные А в итоге он хочет подойти Просто спросить Эй, сколько стоишь? А она просто хочет цену назвать И все И вот не тратить время на это Китайские церемонии Что там? Я бы хотел так Я бы хотел это Хочешь? Соответствуй Да, есть фраза Претендуешь соответствовать? 25 или как? Как вы ему даете понятие? Ну, это тоже выходит В процессе разговора То есть мужчина Общается со мной Он тогда спрашивает Как-то он хочет Это согласно? Ну, тебе хватит? Нет А так? Ну, так хватит Он гей-шлюхой хочет быть? Он предлагает Я не говорю точную цену Вот мне надо столько, столько и столько Борис, вот этот разговор Это обычный развод Обычный развод Она под фоксом Богатого обеспеченного человека Эта девушка таким разговором не зацепит Что бы он не платил 20% Именно Не надо Не надо Именно богатые люди Так и развод А вы что думаете? Люди при Немграх тупые? Вот этот бред слушать Тупые О чем вы говорите? Во-первых Уровень При этом, знаешь, мне кажется Что она говорила Что вот у меня было трое Вот таких вот спонсоров Мне кажется Еще у каждого этого спонсора Было еще Было еще таких Как она По 5-6 штук То есть она не какая-то там особенная Да У него бабок столько Что он Просто она решила Сливить И с Катькой А просто эти мужики Они не светятся А эти бабы любят На передачах ходить Чтобы новых спонсоров Находить, видимо А у мужиков Все и так будет Соответствовать цифре А этот уровень цифры Не соответствует Поверьте мне Что этот уровень Как раз А что вы говорите? Потому что мужчина Ну вашему соответствует И вам, наверное, понравится Почему? А нормальному мужчине Это не понравится Девочки, ваше мнение Нормальный мужчина Который хочет за вожделение Заплатить ту цифру Которую она называет Мужчина не власть за вожделение Он власть за эмоциональный комфорт За статус За общину Конечно Он может там уже Импотент вообще Очень много, кстати, таких мужиков Которым другим мужикам Хоть это показать Что у них все Следующая, следующая О, это уже такая Поинтересней Парни Буфера Тисянгрыз Нацепили бежевое платье А, что-то нет Она в интернете Тихо-тихо, сейчас походу Батл будет У нее веснушки на буферах На самом деле Рублевка очень маленькая Если такие девушки Как вы Появляются в ресторане Или на каком-нибудь светском мероприятии То все нормальные люди Просто встают и уходят Оооооооооо, выстрелы произведены Сейчас, короче, бронзбойт у кого-то будет У нее реально У нее татуха Смотри на ноге Я только сейчас заметил Так, пацаны, только не теребонько идти пока во время эфира Сейчас для... Ну, наука, наука Я попку скину потом Какую попку? Ну, в попке Че? Моей? Твоей тоже Так у меня там черкаш Раунд Чемодан, вокзал и Краснодарский край Например, сыр Так, ответка Я с вами обязательно поздороваюсь, не переживай Я очень люблю покупать свежие продукты, поэтому встретимся Это уже такая, походу, бывала У нее уже срок годности закончилась Она уже это все... Поэтому ее бомбит с красоты с этой А, да, она уже... Но она... И одновременно она знает уже все наизусть Так как ее все эти мужики кинули И она уже понимает, что это тоже... Ну, пока ты молодая, ты еще кому-то нужна Но это продлится недолго Такая мамаша Поэтому надо успевать выкачивать бабки Я бы ей посоветовала курсы сделать Чтобы потом все это не просрать И такая... Для девушек, которые теряют уже свою свежесть Сделала такие курсы в интернете Типа девочки, как распределиться правильно своими деньгами И как предугадать, чтобы тебя там не кинули Потому что она реально бомбит Не, как бы не потерять свежесть, это понятно Пирку мылом Нельзя мылом пить, мыть пирку Как нельзя? Нельзя мыло А там пахнет селедкой туда Водичкой надо мыть или специальными интимными средствами Ни в коем случае не мыть Какими интимными средствами? В Дрогосе у нас продаются Это называется хигиена Окей Вот, ни в коем случае Парни, член не мойте мылом Запомните Ни в коем случае Вот Еще можно водичкой с содой Это вот мои советы уже пошли Кидайте бабки Вот Тоже такая прямая Мне нужны донаты от 25 тысяч долларов Не меньше Вот И у нее бы реально получилось бы круто такие советы Потому что она зашла уже и говорит Поверь мне, все жены о тебе знают То есть она такая реально мамашка такая Такая реально Так, послушаем, что она еще расскажет Это такая бывалая, бывалая Ей я верю Так, послушаем Почему, Гай, назвать тебе не рукопожатной? Я же уже объяснила Потому что такие девушки, которые разводят чужих мужей У которых нет никаких принципов Они просто априори считаются нерукопожатной в нормальном обществе В нормальном Кокаин, да Поддержать, вы действительно говорите интересные вещи Потому что действительно в таких кругах Все про друг друга все знают, правильно? Поэтому любая девушка, которая там засветилась определенным образом Про нее тоже будут знать Еще мне нравится, что они говорят только про то, что у этих мужчин, там, девушки А они все знают, потому что у этих женщин тоже есть молодые мальчики И вот они живут вместе с семьей И вот у мужчины есть свои такие девочки А у жены есть свои мальчики И они друг про друга все знают Но семью рушить не хотят Полиаморная община Полиаморная община Только такая с семьей еще отдельной Но в итоге полиаморная община Они ходят на светские мероприятия Друг друга улыбаются Друг о друге знают Но просто не хотят семью рушить Не хотят сплетники Ну да, этой жене же тоже невыгодно Типа, ой, я сейчас из-за какой-то там любовницы Которых у него шесть штук Закочу скандал, разведусь И останусь у разбитого корыта Ну ладно, пусть там свой писюн Который уже не стоит там Который мылом мыл И все А у нее свои мальчики будут Все, все живут счастливо А вот зачем она смуту наводит Чуваки начали уже обсуждать Чем писю мыть Ты их озадачила У мальчиков проблемы Обычно мне писю моют модели Своими ртами Дедушка Я спонсирую еще четырех женщин Она такая, понимает это Все равно у меня хер не стоит Уже кого я там Ну такая, что семью рушить Хоть бабки пусть несет А я все на игры Затрачу Бабки зайди, не забудь Тутки, они все все знают Вы верите в то, что рассказывает здесь Лена Что она такие деньги Что мужчина охотно выкладывает Просто в виде Как вам сказать В виде таких вот это ухаживания Это такая забота, любовь Это не какая-то там Что вы говорите такое Если бы это было так Здесь бы перед нами сидела Минимум какая-нибудь Клауди Шифер Что не так Клауди Шифер в 2018 Это то же самое Что все говорят там Анджелина Джоли Боги Ну типа Кому нравится Анджелина Джоли пацаны Ну мне никогда она не нравилась Но всегда все там что-то Вот я мечтаю Там, чтоб моя жена была Как Анджелина Джоли Вот то же самое Когда Но она не Клауди Шифер Посмотрите Загуглите Клауди Шифер Ну она как бы неуродливая Но он такая типа Ты знаешь, что Клауди Шифер выглядит Нет, я не помню Ну такая Сейчас тебе я покажу Короткой стрижкой? Короткой стрижкой? Такая блондинка, по-моему Клауди Или это, которая А нет Сроденькой это Синди Краффорд Ну вот Клауди Шифер Ну она вообще Ну на Татьяну похоже Не, она нормальная Ну она такая Ну Ну нет такого Что Вау, Клауди Шифер Почему это их считают Какими-то, ну, эталонами Вот это странно У этой девушки тоже Жизнь еще не закончена Неизвестно, кем она станет Может, она только в начале своего пути Ну да В Лене, скажите Все замечательно Просто человек хочет С тебя, пенсионер Как девушка Из высшего общества Которая туда просто А приори не входит Ее там нет Так она туда и не стремится Она просто бабки Бабки дают Нормально Антон, я даже сказала Я не играю ни по каким мероприятиям А часть А часть Миф Ана Бабка злати Эх, мне бы мою Молодость вернуть Я бы сейчас за 25 косарей Такая Я уже все Пиздец Под коксом Чувак Я думаю, да Они такие думают Блин Хотя, может, у них тоже были Свои там приколы В молодости Она же не расскажет А мы любим рекламу смотреть И обсуждать Надо в следующий раз Пусть говорят с рекламой найти О, мужик тоже придет Прикольно О, опять музон О, привет Так, парни Че там Что вы по профессии? О, вот тут реально Парни Спрашивайте у меня Сколько стою Вот, вот, вот Это круто Это круто Она уже как бы нам Сходу всем своим видом Заявляет Я только за большие деньги Все Никаких сомнений Пацаны с метро Даже не смотрим на нее Слушаем Ты смотришь на мои татуировки Ты знаешь мое имя Но ты не знаешь Моя история Ты не знаешь Что это означает У меня есть татуировка На копчике Написано Angel Это означает Ангел На английском языке То есть вы не работаете Вообще? Нет А хотите? Все финансовые Как бы Вопросы Лежат на плечах Моего мужчины Чувак написал Губы базуки Мужчина Нет Мы на Бали С ним познакомились На отдыхе А, на Бали? Сколько вы уже знаете? Перебор Не пользуемся Уже год С тех пор Как он появился В вашей жизни Все так изменилось У вас Я не хейчу Таких женщин Вообще Если хочет вкалывать Себя что-то Пускай вкалывает Но Ну реально Это нравится кому-то Ну визуально Грань же Кто я такой Чтобы судить Ну просто я сужу Как вот ДНК Мое ДНК Мне говорит Как бы Спариваться Как-то не очень хочется Конечно она мне на это скажет Да ты на себя посмотри Я с тобой тоже Спариться не хочу Но я же тебя не виню Я понимаю Что тебя хотят Ты там богатая Ну пацаны Вот так по-честному Если по-честному Самому себя ответит Ну смотрится А не очень Губы называется Чтоб все видели Что я вколола Чтоб все видели Что я могу вколоть Я могу позволить себе Такую операцию А ты Идея убираешь Школу свою Ну вкалывай Ну блин Вот в моем окружении Чего-то насовщицы Делают грудь Делают губы Но это так у них Красиво выглядит Так жестно Так аккуратно И незаметно У этих женщин Такая же фигня Как у качков Которые себе синтол колят Ну они не могут остановиться У них уже как-то крыша едет Они не понимают Вот гипертрофированный предел Это уже слишком Вкалывайте девушки Вкалывайте Нет, это нет проблем Ну типа Ну естественно Что-то выглядели Тут наверное тоже Насколько ты Поэт То есть Знаешь Люди без вкуса Человек без вкуса И он даже свое тело Без вкуса делает Вот и все Это дано Либо не дано Ну как кстати Милость Я на самом деле Раньше тоже немножечко Была связана Как бы Я писала да Скажем так книгу Вот потом я Она писала книгу Скажем так книгу писала А я писала Скажем так книгу А издали вообще Я хочу прочитать ее книгу Я тоже пишу книгу Как делать губы Я тоже пишу книгу Комиксы Моцартка про фак Нет, ты комиксы пишешь Стало неинтересно Я ушла оттуда А о чем мы писали книгу О чем книга Своей жизни Своей жизни А личной жизни Очень глубокая книга Да, очень глубокая Литература Вот кстати Вот творите Я думаю Но если кто-то из конторы напишет книгу про свою жизнь, мы сделаем ее больше бестселлером и интересной, чем книга вот ее. Как я обосрался в первом классе. Глава первая. Двоих девушек без содержанки, одна дешевая, другая дорогая. Нормально. О, кто дорогая? Почему? Объясню, почему. И рядом по товарной армии. Сейчас она объяснит, пояснит. Потому что девушка, которая вся надутая, вся сделанная, может очень нравится извращенцам. Ты тихо, кокос потом понюхаешь. Тихо. Она, кстати, на пацана похожа. Вот та, предыдущая. А они, кстати, я в шоке с того, что они такие немного все быдло. За исключением первую. Первая себя держит в тонусе. А эти такие «на-на-на-на-на-на-на». Ну, базарец. То есть, я в шоке. Я думала, там действительно такие все. Получает такие деньги, глядя на вторую ее товарку. Девушка, вы считаете, что девушка содержанка, это у нее любимый мужчина. Если из этих трех выбирать, посередине самое, ну, как бы окей. Она вообще выглядит, как такая обычная девушка. Обычная девушка. Просто, что мне нравится, она держит себя в тонусе, она очень грамотно говорит, она думает на шаг вперед. А эти живут эмоциями. Что это такое? Вот смотри, у нее тут какая-то дырочка, и тут какая-то дырочка, такие симметричные. Фигная. Может какой-то пирсинг на ногах был? Что? Помогает финансово? Эти что-то такие там, па-па-па-па-па. Это тоже там, па-па-па. Это сидит такой, ой, блин, да мне 25 тысяч, типа, долларов в неделю платят. Я пока посплю. Если кто-то завалит, разбудите, я хоть поржу. Ну, причем я уверена, что как раз-таки они сейчас себя выставляют ужасно в передаче, и она своей цели добьется. Ей после передачи позвонят, потому что она действительно привлекает своей этой такой какой-то невинной внешностью. Я буду называть ее Ариапак. Ничего не считаю. А сколько вам лет? Двадцать четыре. Двадцать четыре ей? У вас больше образование же есть. Ей двадцать четыре, охренеть. Да ладно. Ладно, я тоже выгляжу на... Моя реакция сейчас. Ладно, я тоже выгляжу на шестьдесят, но типа, ей двадцать четыре реально. Моя реакция. Мое лицо, когда узнал, что ей двадцать четыре. Нет, я пошла учиться на дизайнера, отучилась два курса и, скажем так, заброшу. Пластическая хирургия еще так сильно круто не развилась, чтобы вот делать ну реально прикольные лица. Пластические хирурги вот всем делают ну реально одинаковые лица. Вот почему все женщины, которые вот эти переборщили с пластическими операциями, они реально выглядят одинаково. Заметила? Реально одинаково. Они научились делать красиво. Просто мы этих людей так сильно не замечаем. А этим делают всем уродски одинаково. Интересно, когда она в десятый раз приходит к хирургу, ну, конечно, за бабки он такой, да, проходите, а сам, наверное, про себя такой, блядь, как вы задолбали. Потом плачут. Ко мне приходят люди, которым реально это надо, которым там, знаешь, обожжено лицо или в аварию попало там, пол черепа снесло, ну, реально реконструируют лицо человеку. А тут типа, ну, у тебя все и так хорошо, у тебя, блядь, нет проблем, сука, что ты делаешь? Я тебя реально ради бабок оперирую. Пора остановиться. Не об этом я мечтал, когда учился на врача. Грозь свое это дело. Я реально видел интервью этих пацаны с одним негритосом, ему, короче, из дробовика прострелили голову и он выжил. И у него реально пол головы, ну, нету, ну, просто нету. Да. Вот тут пол башки нету. И ему вот так шаг за шагом, как бы, собирали череп, собирали лицо, сделали глаз искусственный. И он говорит, что, типа, вот, с годами мне все сделали, но пока я с этим жил, вот, с пол лица, типа, нету. Я, как бы, я, ну, да, конечно, полная жопа, но я не унывал, я жил, я радовался. И вот я не понимал, когда люди говорят, мне не нравится мой нос, я пойду его исправлю. Ну, с его колокольни, прикинь, как на это он смотрел. Он такой, да, блять, вы серьезно, да у вас все нормально, успокойтесь, у меня пол башки нету. А у тебя есть нос, ты даже красивая, блин. Мне кажется, это от хорошей жизни просто. Это, скорее всего, от безделья, да, наверное, городского? Хорошо, от безделья, от хорошей жизни реально проблемы с ним. Наверное, деревенская женщина, у которой в 6 утра встать, покормить кур, прополоть, постирать, приготовить, и потом без сил лечь спать, у нее даже, ну, она не может дойти даже до этих мыслей, просто нет времени на это. Как это спросить, а вот где вот, ну, такие вот операции сделали? Просто мне, честно говоря, кажется, что хирургу судить надо. Ну, это такой дефолт. Опять, без хейта. Может, она реально интересный человек, и она, я уверен, кому-то нравится 100%, без хейта. Но, опять, я не могу сам себя просто обманывать. Это типичная вот такая девчонка с инстаграма. Ну, это, знаешь, мы с чуваками еще так их называем голые бабы. А у нее даже, может быть, нет голых фоток, но мы их называем голые бабы из инстаграма. Ну, они реально одинаковые. Их или один и тот же хирург лепит, или просто в классической хирургии как бы пока не запретено чего-то такого, чтобы реально разные лица делать. Ну, вот если мне сказали, а вот эта фотография уже другой женщины. Там была бы такая же фотка. Есть же когда на Фейсбуке приколы гуляли 20 фотографий в одной маленькие, типа, объясните мне, чем они отличаются. То есть, ну, набрали 20 девушек и так вот фотки делали. Блин. То есть, они даже позируют все. Сделаю ее счастливой, пофиг. Волосики держу, так знаешь. Она запуталась просто, надо ее распутать. Так ей хорошо. Как понять, ты сделаешь ее счастливой? А ты уверен, что я хорошо? Нет, не уверена. Но, может, она вот так вот счастлива. Человек, которому хорошо, вряд ли будет ходить на передачу и кричать о том, что, а мне хорошо. То, что она и делает, в принципе. Она приходит на передачу и пытается всем затереть, что вы ничего не понимаете, мне хорошо. Если ей хорошо, она уже сидит со своим пацаном в пещере и все, ей все круто. Ну, или в особняке с золотыми колоннами. Вот спорно, хорошо ли, спорно. Не утверждаю, что ей плохо? Не утверждаю. Нет, такие девушки, они очень жаждут внимания. И у них, получается, привлечь внимание любым путем. И передача для них – это очень важное событие в жизни. Потому что их увидит сразу несколько миллионов людей. Пацаны, короче, если у нас еще будут гей-лорды и мы сможем еще один смайлик сделать, надо будет смайлик с ее лица сделать. Вот мне нравится дико. Да-да-да. Два тридцать пять. Два тридцать пять. Я не верю, что я вот при этом присутствую, и у меня такое ощущение, что это какие-то живые люди, но я не понимаю. С другой стороны, просто люди, когда выходят с телеэкраном и начинают вот такое нам говорить, просто мы все в шоке. Это востребованность сегодняшнего дня, видно. Офигеть. С другой стороны, в таких делах спрос рождает предложение. Но, видимо, есть такие мужики, которые вот именно хотят вот большие губы. Может, тебе и парень сказал, слушай, сделай побольше. Да, поэтому даже, наверное, ее нельзя винить. То есть, если бы в нашем мире считались бы красивыми жирухи, она бы пошла себе жир бы вкачивала бы, там, жрала бы много. Все для вас, дорогие мужчины. Скорее всего, да, мужики как бы «виноваты» в кавычках в этом, раз женщины это делают. Они же это все-таки для мужиков делают, а не для себя, как они это любят говорить. Это та же, как мужики, я качаюсь для себя. Да. Расскажешь, как было. Скажите, а у вас есть такой, какая-то внутренняя тоже планка, 25 тысяч в неделю ее должна иметь? Нет, у меня нет излишнего пафоса какого-то, честно скажу. У меня вот зарабатывает как бы мужчина, нет, я не скажу, что он зарабатывает миллионы, там, 25 тысяч долларов, да, и тому подобное. Нет, я как бы, у меня нет никакой определенной планки. Я могу потратить в месяц 5 тысяч долларов, могу 4 тысячи долларов потратить. Я считаю так, потому что я говорю, если у меня есть любимый мужчина, с которым я живу, под одной крышей, я не считаю, что я содержанка. Если у меня был бы какой-то богатый папик, да, и у меня... А в чем тогда проблема? Зачем она вообще пришла? По-моему, ну, она такая обычная девчонка, живет с одним мужиком, как я понял, да? Ну, ее просто для скандальности пригласили из внешнего вида стопудово. Они подумали, что изначально будет недостаточно пикантно. А они подумали, что изначально будет недостаточно пикантно. Вот то, что я говорил, да, внешний вид может обащивать, но порассказывала, она нормальная девчонка, живет с каким-то любимым парнем своим, ну, он такой, там, полубогатый, раз она может 5 тысяч долларов в месяц тратить. Ну, зачем она пришла сюда-то, да? О, вот ее пацан сейчас придет, давайте, на Руслана посмотрим. Так, о, ну что, да, нормальный чел. Будем слушать, что говорит. Ну, она сказала, что на Бали, ну, просто детали очень интересные. Ну, детали такие, что бывает, ты встречаешь человека, и действительно ты понимаешь, что тебя к нему тянет. Содержанка, как таковое слово, оно неправильное, потому что к вашей девушке это неприменимо абсолютно. Можно я расскажу, да? У вас, скорее всего, гражданский брак, который вы поддерживаете. Я расскажу смысл в чем. Мужчина, он получает эмоции от женщины, от жизни. И мне кажется, самые сильные эмоции ты получаешь действительно от своей женщины. И в моих силах, слава богу, там, судьбе, что я могу действительно ее радовать, не так, конечно, как там рассказывают. У нас таких денег никогда не было. Я даже не знаю, что нужно делать, что такие деньги получали. Ну, не, все нормально пока говорит. Да. Ну, с какой-то мотивацией, конечно. Мы не успели, к сожалению. Вообще, у мужиков по природе у них вот заложена вот эта штука отдавать. Он именно кайфует, когда у него есть возможность отдать. Поэтому даже вот многие мужики, когда вот не получается с женщиной, или, например, он не может как-то ее там порадовать. Ну, которую он именно любит. Ну, его на самовыпил тянет из-за этого. То есть, когда у него нет возможности. У львов тоже есть такая фигня, когда, ну, вот, они ловят добычу. Это не всегда происходит, но часто это происходит. Лев, ну, типа, может первый жрать. Но из-за того, что он такой, типа, да я босс. Он, наоборот, позволяет самкам и детям вы жрите первый. Типа, ну, я босс. И он, как бы, кайфует от этого отдавания. И этот чел сейчас, ну, грамотную, типа, тему затирает. Ну, типа, если я люблю женщину, я, как бы, кайфую от отдавания. Если я могу, там, сто кусков ей дать, ну, я ей дам что-то такого. А если могу одну розу подарить, ну, я ей подарю эту одну розу. И, как бы, от этого и буду кайфовать. Да, охотятся самки, но жрать может первый самец. Вот, лев это вообще самое такое гнусное животное из возможных. И почему-то оно считается в нашей культуре символом мужественности. Это бездельник, который обоссывает свою территорию. Жрет львят других львов. Ну, иногда с другими львами дерется. А так, в принципе, самки ему все приносят. Если ему самки велят драться, он будет драться. Если самки будут игнорить врага, то он просто посмотрит и дальше ляжет. Да, такой, ну, его нахер, я посплю. Да, и смысл такой, что он... Ну, вот образец мужчины. Он свою женщину радует. Он ей не платит деньги. Он дарит ей счастье просто, да? Девочки, по-другому, а на самом деле... Она ему дарит. Ты еще не подрезвела? Да, да. У тебя же нет. Так дарит или он покупает? Нет, 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 нет. Он дает ей возможность чувствовать себя счастливой. Рядом с таким мужчиной. Нет, в этом счастье. Но есть мужчина, из которого она хочет быть. У них нормальный гражданский брак. Ничего дурного в этом нет. Такой красивый молодой человек. Приятнейшей внешности. А вам не стыдно, что ваша напарница прям чистая проститутка? Напарница? Не стыдно? Нет, но парница. Я отвечу... Ну, чисто проститутка по виду, это, конечно, стереотип. Бредятельно. Это... Есть проститутки с видом монашки. Да. А есть порядочные женщины с видом тоже там сиськами совсем, но она не проститутка на самом деле. Это... Это... Я вот против этого всегда был, что по внешнему виду сразу говорить проститутка или нет. Это у меня... Можно сказать, ты одета как... Да. Как проститутка. Но это не значит, что ты проститутка. У меня видос есть на ютубе прикольный на всех танцовщицах. Подписывайтесь на канал, Лиса Го Го. Борбит. То, что очень часто девушки там, что твоя девушка танцует в клубах? Ну да, танцует в клубах, а еще борщ готовит. А ты там из себя дома сидишь корчишь монашку, типа никуда не ходишь, потом один раз там куда-то вырвешься раз в полгода и по туалетам трахаешься с пацанами, и зато выглядишь очень опрятно. Джинсики, кофточка. А я танцую в трусах и в лифчике. Но танцами все и ограничивается, собственно. И все такие практически... На самом деле, так как я это вижу, у многих из нас есть желания, которые некоторые в силу возможности реализовать не могут. Если мы можем реализовать возможности хорошо выглядеть, сделать грудь, я не знаю, там ходить к косметологу... Я хожу тоже к косметологу, у меня там... Я ходил к косметологу, это не гей? Нет. Что женщина? Я думаю, очень гораздо приятно смотреть на уваженную девушку, нежели чем на простушку какую-то и кускушку. По поводу губ, на самом деле, я здесь солидарен, то есть губы действительно большие. Сейчас я... О! Хоть честно! Сейчас это все операция и убирается... Слушайте, да его это устраивает! Все, началось! БАБАБАБАБАБА! Ему устраивает это не знать, что она проститутка из-за этого! Сами не можете себе губы вставить! Завидуют! Не, ну это то, что сами себе не можете губы вставить, завидуют А почему завидуют? Это не каждый считает красивым Это уже тоже все отмазываться на то, что завидуют, это тоже тупо На самом деле, действительно, вопросы мы тут все в кучу сбили Вопросы в том, что к девушке вопросы только по вопросам пластических операций Нет, это она как сама хочет Она пластику сделала для себя, для своего человека Она смотрится так, а Такое ощущение, что кто-то лупу поставил возле лица, возле губ, вот так вот И хочется, знаешь, сказать, уберите лупу, дайте на девушку посмотреть У них еще у всех, ну это, видимо, чисто анатомия Вот из-за того, что губы увеличиваются, у них у всех сразу верхняя губа зайчей губой становится Вот ты заметил, когда они говорят, у них вот такая вот, тут дырка типа наверху всегда Вот у всех, у кого увеличена именно губа Хотя до этого у них были нормальные губы, без зайчей губы Видимо, из-за того, что они набухают, ну вот здесь такая анатомическая фигня вот появляется А по поводу того, кто где рядом, есть состояние момента сейчас, например, я не знаю, что будет завтра, может быть оно не настанет, но сегодня, я счастлив, мне хорошо И мы такие, завтра, может его и не будет Ну я, кажется, всегда пусть сильному перигматичному мужчине, а часто именно такие добиваются Я понял Им интересно, сильную, интересную, самостоятельную женщину, которая не хочет зависеть от мужчины, иметь рядом Который продолжает свой путь и идет с ним одним путем Вам интересно, с женщиной, которые ничего из себя... Ну вот эта пара реально здесь лишняя, ну у них как бы просто обычная пара То есть начинали с каких-то содержанок, там... В конце я думаю, что будет интереснее Я вот жду, да, что еще кто-то придет Да, я тебе и сами выбираю У них все нормально Как все не так сказать Инстаграмчик, Бали, такая, это обычное развлечение Мы зарабатывали плюс-минус одинаково И я могу сказать, что проявить как мужчина себя я не мог То есть я говорю, давайте там поменяю там, ну там, ну там, зимой на машине колеса Она говорит, извини, я там заказала там кого-то, мне их поменяли То есть я ничего не мог сделать из того, что мне действительно хотелось бы Есть другой, например, у нас сейчас вариант Мы сейчас, ну я на самом деле еще безустренит Я пытаюсь ее потихоньку встить в новые проекты И чтобы человек... Человек, а? Тренируйте, да? Не, 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 не тренируйте, ну так, помогаю знакомым, бесплатным Я вам расскажу, как я, по крайней мере, вижу этот мир Если мужчина богатый, он пытается найти девушку и ее содержать Фактически, это, знаете, как кошка Вот она у него находится в квартире Он ее ограничивает, я тебя плачу, ты сидишь Это пак Это на самом деле страх мужчины, потому что... Оля, пак реально, пожрать бы Если мужчина может позволить женщине быть свободной самостоятельно У него нету рычагов контроля Она может уйти, она может сама купить ее машину Она может уйти, если он будет... Вообще, рычаги контроля это полная херня Да То есть ты настолько, как бы, либо не уверен Получается Да, не уверен в себе, значит Либо, либо, ну... А что ее может... Даже если рычаги контроля, что ее может остановить? Она найдет богаче чувака, и все равно уйдет, если она тебя не любит То есть проявляй себя Если боится там, что изменит, так она принесет пиццу ей Какой-нибудь доставщик пиццы, она тебе с ним изменит Лысый из Бразерс Да, или... Я вот эту фигню никогда не понимал, когда чуваки начинают свои девчонки Туда не ходи, этим чем ты занималась до меня не занимайся, то не делай И... Ну... Получается, ты как бы не веришь, что она тебя любит То есть ты такой... Только через насилие Вот я ее прикую к батарее, и тогда вот да Ну, нафиг так жить, какой-то обман Доверие отношения, когда люди доверяют, они за деньги кого-то держат Любой мужчина, который в себе может иметь храбрость Мы несем очень большие женщины, если я считаю, это действительно серьезно Я на самом деле хочу, чтобы мы зарабатывали меньше Но так вы покупаете сейчас Мы несем, что мы создаем сейчас новое Надо говорить про себя Я, вот вы так же и говорите Я, моя позиция такая А вы говорите, все богатые мужчины такие Вы знаете всех богатых мужчин лично? Не знаете, тогда и не говорите Это непрофессионально Тем более, как трех обобщать С одним богатым сейчас познакомились прямо здесь Баба Мракова Он такой характеристик Я не помню, как называется проект Я дура, но живу как дура, когда вы там в отроде Я еще строю дома Замечательно Замечательно Но я не спорю, это все замечательно На районе рублю Отлично Когда есть соседи Кто помогают женщинам раскрыться Расскрыть внутреннее Потому что создать мужчине эмоциональный фон Мотивировать его на зарабатывание деньги Не каждая может Вам не обидно заподозрить свою женщину? Заподозрить просто в том, что она может с вами за денег Ой, да ладно Смотрите, знаете, в чем смысл? Что, приятно, что ли, мамку? Да ладно Мужик, любовь готовная В конечном итоге Ну вот в супер конечном итоге Любая девушка из-за денег Нет, нет, не это хотел сказать Если мы отбросим эмоции Даже если чел осознает Да, она со мной из-за денег А что плохого? Ну, если вот сейчас мы уберем Вот эта 20-летняя там Любовь, романтика Ну так вот, у меня есть бабки Я что-то достиг И вот мне понравилась эта женщина Ну вот я привлек ее бабками Ну и круто Я же все равно хочу вот обладать ей Ну вот, привлек так Да, это тоже так Но осознает, что она из-за денег Ну и что тут такого? Либо то, что мы называем стабильность Вот это все Все это красиво Мы с вами за это все и называются тоже бабки Если я буду с человеком, который будет сидеть Балду пинать, только щелкать телевизором Как бы я его не любила, я его пошлю нахрен Что-то тюфяк какой-то Трутень там А что-то меня не послал До сих пор Будет лежать, ничего не делать Типа за мой счет жить То есть, любая девушка его пошлет Ну, разумная девушка Потому что уже лежит там, деградирует Я понимаю, если он учится Или там, не знаю, травма какая-то со здоровьем Что-то временно, да, там надо помочь Это один момент А если он просто, блин, мне и так хорошо Ну, любая девушка его пошлет Если чувак Если чувак Так же, как если любит И все равно в итоге будет То есть, если чувак ее Если чувак ее Ну, она привлекает чувака То какая ему разница, как ее добиться Ну, тоже вот это Она любит из-за денег Хорошо А если она любит его из-за его внешнего вида Это, ну, считается у нас чем-то плохим или нет Внешний же вид тоже У кого-то может быть красивее потом И он может тоже измениться Ну, вот это тоже такое Понятие вот Любовь, да Что это такое Это тоже до сих пор так Ну, воздушная фигня достаточно То есть, можно из-за бабок полюбить Можно из-за внешности Можно из-за внутренних качеств Мне еще нравится, как многие чуваки иногда говорят Вот, она меня не любит Потому что у меня нет бабок Но у меня есть душа Почему они думают, что по дефолту Их душа какая-то, ну, дорогая Так может, у тебя херовая душа Может, она скучная То есть, душу надо тоже прокачивать Воспитывать То есть, это тоже скил Они думают, что душа по дефолту Это все уже надо любить Вот, по дефолту Я такой чувственный и романтичный В 19 лет, в 19 лет это сложно понять Я сам такой был Но потом ты реально осознаешь Так может, у меня душа не прокачанная То есть, почему душа обязательно Это все по дефолту Что-то вот крутое должно быть Обязательно Нифига Так может, у тебя душонка хиленькая Братан Она под кокосом Сейчас она ему мажет Я не говорю, пацаны Что если вот девушка только из-за денег любит То все, это круто Нет, это надо расценивать Как это имеет место быть Ну, то есть, если у тебя реально нету вариантов Вот ты настолько влюблен в эту девчонку Что именно хочешь, чтобы она была с тобой И если она Ну, действительно, ей не нравится твоя душа Там, твой внешний вид Но бабке нравится Ну, как бы, если это твой последний шанс Ну, типа, почему бы нет Почему бы нет Конечно, на этом не построишь Каких-то длительных отношений Она рано или поздно свалит от тебя Если, конечно, в процессе не влюбится Тоже это интересная вещь То есть, она может изначально ради бабок К тебе, с тобой быть Но потом она как-то к тебе притрется так Что, блин, а он тут еще и какой-то есть юморком И что-то еще и умеет И что-то Да и вообще, я его люблю В итоге Такое тоже может быть То есть, не важно, чем зацепить изначально Можно прессаком зацепить Можно вот это пресс Можно харизмой Но в итоге она может все равно от тебя уйти А может влюбиться То есть, тоже так Это очень важно Потому что, когда я купил с первого автомобиля Я действительно был счастлив Я ехал в нем Это маленькая Тойота, праворукая Там, какого-то вчеревого года Что-то про них это неинтересно Я был счастлив Да, давайте следующих Хочу какую-то такую там Я трахаюсь за деньги Другие ценности, на самом деле Но познакомились вы все-таки на Бали На роскошном курорте А не на озере в Долгопрудном Подождите И машина у вас хорошая И бизнес у вас хороший И, в общем, она вас, может быть, увидела этот кошелек Давайте начнем, что такое Бали Для многих это что-то нереальное Если кто-то... Он даже по общению приятный молодой человек То есть, в принципе, адекватный Вот даже разговариваете Может, она увидела этот кошелек Он просто адекватный мог бы молиться Как будто он же просто не мог понравиться Даже если бы он смолчал про свои бабки Он мог ей понравиться Так не, и что они то... Они тоже начинают, как Ариапак, отмазываться Так и он, и она могли бы сказать Ну да, бабки тоже сыграли свою роль Ну не будем отрицать, не будем кривить душой И все, их бы никто не винил тогда Они вот пытаются что-то отмаз... Ну зачем они отмазываются? Ну да... Да, он мне еще и внешне понравился Да, он еще и с харизмой Но я не буду отрицать, что... Ну бабки тоже, как бы... На чашу весов тоже, типа, положили вес Понятно, там разные есть курорты Да Вы бы даете деньги ежемесячно, Катя? Или как? Нет такого понимания, что я даю деньги ежемесячно Если бы я был женщиной И чисто биологически я бы понимал, что у меня, ну... Так, что у меня там, ребенок Так, мужчина мне нужен, чтобы, ну... Обеспечивать меня и ребенка Логично же, ну логично Ну, что тут плохого? Типа, блин, пацаны, ну не надо кривить душой Как это? Карточку пополняй Ну, твоя девушка так выглядит Ну, это сидите в пустябуре У нее накаченные губы и сделанная грудь, да, как я вижу Я уверен, этот чувак У него такая же... Он тоже... У него падает глаз на таких женщин Да Посмотрите его инстаграм, его скетчи У него там все такие... Тачки Porsche Mercedes черный Не фиат розовый почему-то, да? И женщины все Да В бикини там, в этой... В кружевах Ну, как-то... Последний, кто должен говорить вообще об этом Не в халате будет, правда? Не в халате и не в свитере обосланном Тут столь... Это расхожесть, стереотип Не значит, такаченный губы и грудь Это значит, девушка, что легкого поведения Нет Это говорит о том, что ей это нравится Она хочет быть востребована И для ее это нормально Она хочет любить мужика Состояние хочет, что востребована Востребована среди мужчин Среди мужчины, которые... Среди определенного контингента мужчин Да, определенного Не всем мужчинам это нравится, да Она определенный ктигент мужчин Которые вот работают на статус Самые большие губы в России Я покажу вам через пару минут рекламы Самые большие, это, скорее всего Которая в «Давай поженимся» еще один раз была Ну, наверное А, нет, это брюнетка такая должна Окей, я, по-моему, знаю, кто это Другая девушка, которая уверяет, что тратит на свой газиров Не менее миллиона рублей в месяц Мне сейчас будет интересно У меня водичка закончилась Пойду, нальем Давай я тоже закончила? Да, но я не хочу Можешь пока с мальчиками поговорить Мальчики, спрашивайте Ну, она так похожа на рыбку из мультика Я знаю Апельсиновую вообще надо не закрутить Спрашивайте мне что-нибудь секретное Быстрее, пока его нет Быстрее, секрет каком-нибудь спрашивайте Если есть, дай род, значит баба не урод Реально Ракета тоже самое говорил Да, все порицают таких баб, но если бы подвернулась возможность засадить, вряд ли бы кто отказался 100 баллов, 100 баллов Не отрицаем, не отрицаем Ладно, давай смотрим Здравствуйте, дорогие девушки, они соглашаются спокойно, когда их называются держанками, знают себе цену и готовы объявить ее Личный диетолог класса люк, стилист, водитель, все самое лучшее это про Юлию Стахину Это Александр Мевский Косметолога Косметолога Вот это вкладывает в себя А когда Юля выбирает новое платье, ради нее закрывают магазин И Лондон замирает Юля Стахива В Лондоне ее называют Рич Рашен Китс Рич Рашен Китс, нига гейнг сквад Девственница, наверное Добрый вечер Рич Рашен Китс, ну всем понятно, да, богатые русские детки, да? Я еще успела попасть в Рич Лондон Китс, потом в Рич Китс в Дубае То есть вы золотой ребенок, как я понимаю, да? У вас обеспечены родители или же я просто не понимаю? Мажорка Ну да, можно и так сказать, да, меня полностью обеспечивают родители Вот, они мне дали прекрасное образование Кстати, сегодня я должна защитить свою диссертацию после передачи А на какую тему диссертацию? Родители имеют деньги и ребенок учится в Москве Нет, я не учусь в Москве, я учусь в Лондоне А где вы в Лондоне? Юля, на какую тему у вас диссертация? Моя диссертация о том, стоит ли инвестировать брендом и бизнесом в рекламу в Инстаграме А где вы учитесь в Лондоне? Мое первое образование Текущее, вот текущее Текущее образование Ридженс 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 Да Ридженс 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 Спасибо А сколько стоит платье, которое на вас? Платье, что я так интересуюсь, так помещаться? Платье 40 тысяч рублей Это русский дизайнер? Это итальянский дизайнер Вы действительно тратите около 120 миллионов рублей ежемесячно на одежду, на покупки? Ну, вы знаете, когда, как, зависит от случая Каждая женщина хочет для тебя только потратить 120 лямов рублей в месяц на одежду Этот подкатить, этот уже подкатить хочет Такое вы слышали? 120 миллионов на одежду в месяц Умная, вот сразу видно, вот, без накачанных губ Я не подкатываю Мои родители очень умные люди Вот, они предприниматели Мой отец создал бизнес, ни с чего А молодой человек есть у вас? Да, молодой человек у меня есть Да, скажи Молодой человек Он тоже студент, как и я Мы вместе учимся Вот Бедный студент Русский? Русский? Да, русский Вместе в общаге Обычный студенческий образ жизни Доширак Лэмбо Платят за 40 тысяч Ну я не интересовалась, но как бы нам хватает Вы не договорили про родителей, такая нет А у них бизнес где? Там, в Лондоне или в России? Нет, бизнес у них и не в Лондоне, и не в России А куда бизнес? У нас пищевое производство Что производится? Томатная паста, кетчуп, томатную пасту Понятно, вот действительно называют в Лондоне Самой богатой русской девочкой Вы знаете, мне приятно, почему бы и нет Мне приятно, и моим родителям тоже приятно Они очень долго работали Для того, чтобы дать мне эту возможность Жить в Лондоне Для того, чтобы меня называли Богатой русской девочкой Почему бы и нет Вы знаете, мне кажется Лучше быть богатой русской девочкой За счет родителей Чем за счет мужчины Нет Типа из двух зол выбирать меньше Главное не просрать это все, когда родители умрут Я тогда спрошу Действительно не делаю никакую пластику Или все-таки что-то было? Губы есть Губы под голодом Я правда сейчас вижу Губы скрывать не буду Больше ничего не Блин, зачем такие молодые делают пластику? У них же от природы как бы все нормально Почему такие молодые делают? Я понимаю, когда уже такие, знаешь Потрепанные, типа, что-то пытаются вернуть как-то молодость хотя бы, да? Ну, блин, ей сколько там? 20 лет? И она уже делает пластику А, плохо Еще, чтобы больше быть привлекатель Ну, ты не дает больше привлекательности Это наоборот Ты не видишь, как долгуха она была? Не, у нее очень привлекательная внешность Прикольно вуки Да и без них она была нормальная За таких девушек не стыдно Если они представляют интересы Российской Федерации Потому что видно, что если ей завидуют Она хорошенькая, интересная, интеллектуально развитая Милая, приятная, достойная Пусть таких будет больше Вы действительно, когда приходите в салон калстатки Он закрывается на весь день там в Лондоне? Да, и вы знаете, не только в Лондоне Но все связано с тем, что я очень много путешествую Вот, и все потому, что в течение дня я занята У меня учеба, у меня тренировки Мне нужно пойти за продуктами, приготовить еду для своего бойфренда Поэтому в салон я могу пойти только вечером И мне приходится закрывать салон и делать там все услуги Но, конечно, приходится салон закрывать Столько дел Приходить все время каждый день За парнем за своим еще заботится Да, молодец Не, ну что, если бабки есть Да, будь красивой, достойной И быть для своего мужчины самой лучшей А вы, кстати, в Москве бываете частные? Ну, достаточно часто, потому что после учебы Я планировала переехать жить в Москву Вот, поэтому привыкаю, ну, так сказать К новому образу жизни Да вот такой вот образ жизни у Юли Шикарный Юлечка, привет, дорогая Хай-хай Сучка принесла деньги нам? Будем улыбаться У нее шкаф, наверное, как хата это все Да, конечно Здесь и русский дизайнер, и французский Когда твои родители умрут, ты нам уже больше неинтересна Да Ну что прикольно, когда изначально Такое количество бабла Это как у той девушки первых, которые сказали Она вот вложилась в какую-то модельную школу Да Она там раз в год приезжает за деньгами И все, там что-то варится, происходит На черном марсе, где мои бабки? Да, на черном марсе Вот в этом есть прикол То есть, если она будет не идиотка Она тоже там бабки родителей во что-то вложит Ну, да, да И все, и это может три поколения кормить еще Если да, если так будет, да Юль Да Вы очень милая, вы очень хорошая Вам тут пропели такой гимн Сучит не посол доброй воли России в мире Это по-хорошему Это, по-моему, отвратительно Когда девочка тратит такие деньги на платье Деньги, которые она не заработала сама Ну, вы знаете, я считаю, что отвратительно Тратит деньги мужчины, за счет которого ты живешь При этом не быть никем самой, правильно? Ну, это тоже, на самом деле, как бы выбор родителей Да Если они, ну, дают ей эти деньги За что ее винить? Да Ну, за что винить? Не за что Если мне дочка подошла, сказала, мам, я хочу платье за миллион Она бы такого щелбана бы урвала А если бы у тебя был миллиард? Все А если миллиард, другой вопрос Ну, видишь, ничего такого Каждый, как бы родители хотят, ну, типа, лучшего своим детям Если она приходит, если для них это реально копейки То что вообще, почему нет? Единственное, только херово Ну, это девушка, я не могу ее винить за это Что у нее, ну, такие желания тупые Типа тряпки покупать Но это для девушки любят это Если бы пацаны такой был, это было бы странно Мои родители А на что ее еще тратить? Так не обязательно вообще тогда что-то тратить Одежда, одежда это прекрасно Иметь хорошую одежду Образование действительно инвестиция Когда потом вы начинаете возвращать Это уже работа И используя свои знания В своей работе В день на бизнес И что угодно Вы продолжаете тратить деньги Для экономики это, конечно, хорошо, что она тратит В итоге все зарабатывают Бабки крутятся Это, конечно, хорошо Главное, что бабки в шкафу не лежали Скажите, вот появляется мужчина в вашей жизни А он оказывается не ровень вашему папу Не ровень вашей семье А потом уже очень чистый хороший парень Вы будете опять же вместе с ним Уже тоже так же у папы деньги просить На магазин, на ресторан Вы привыкли к таким тратам Во-первых, передо мной стоит такая обязанность Я должна буду, как я, единственный ребенок Я должна буду работать на своего отца Даже имея свое хобби Имея свою работу Почему должна? Это тоже, типа, батя такой Будешь продолжать мой бизнес Может, они договорились с детства Если она хочет, если у нее это желание, то это хорошо А если ее так заставили и так придется Это, конечно, тоже не люблю, когда так родители делают Можно они так договорились Может быть, по-моему, я все, что я хочу Потом он это все строил Поэтому это был его стратегический ход Отправить меня учиться в Англию Сделать такую огромную инвестицию Для того, чтобы я это все возместила Я скажу про другое Это хорошо, то, что вы говорите Когда папа продолжает дочку содержать Причем такие огромные деньги тратить на нее в таком возрасте Он ее не отсекает сразу от огромного качества Нормальный, хороших мужчин Затем она просто не сможет заметить Вы понимаете? То, что касательно Да нет, мужик по ней убивает Да, и партия Тем более у нее есть Она же сказала Знаете, она, скорее всего, выйдет замуж до успешного мужчину У которого есть такой же папа Все, это другие люди, они улетели в космос Нам, русские люди, их не понять Человечество уже делится на какие-то определенные люди Вот она будет определенными проблемами Из-за того, что я не знаю Я знаю, для тебя очень хороший бизнес от твоего папы Я из томатной пасты гнала самогонку Вот такую Отлично Пять раз была замужем за миллионерами Бывала Я даже собираетесь сделать еще пластические операции какие-то, да? Ну, может быть, в будущем, через пару лет Но А зачем это? Что-то вроде дресс-кода или пейс-контроля Вот эти губы Это в этом мире богатых и знаменитых Нет, это не пейс-контроль Просто я имела в детстве какой-то определенный имидж Расслабилась на всю страну после того, как... Пацаны, крепимся Ну, это кроме как со смехом, но не можешь никак вот относиться Помните, про что у девчонка мы стопили Я говорил, они в инстаграме типа все одинаково выглядят Вот это сейчас как будто другая Но по факту, блин, ну то же самое Болею за нее, круто Надеюсь, у нее все хорошо будет Цитат и трактовок этой фразы Ну вот, посмотрите, например Много девушек, которые... Для которых главное это машина, деньги И чтобы жить шикарно Я не такая Я не такая Это знаешь, когда тебе говорят Это не финансовая пирамида Или это не сетевой маркетинг Значит, это финансовая пирамида И это сетевой маркетинг Если девушка говорит Я не такая Это все, она такая То есть Если ты сама это уже говоришь Это просто бренд уже Я не такая Короче, из всех этих дебилок Самая толковая Это первая Первая, пока первая, да Она вышла, заработала от одного мужика О, идет, идет Уверен, не девственница Хотя Тихо, она не такая Сейчас узнаем Чем она отличается Сейчас, наверное, будет другой разговор Но другие темы Какой-то вообще другой уровень, пацаны Сейчас узнаем Че вы сразу накинулись на девочку Че я сразу накинулся Сейчас узнаем Дадим ей сказать На самом деле, многие думают То, что я содержанка Или вип-искорница Но я не такая И сама раздумывается Я не сосу херп Ну, типа, серьезно Блядь, самой смешно Серега Обин, ладно Сейчас я помогаю Своему молодому человеку Которому 22 года Работает в клубной сфере Это выглядит ярко Первое, пока что самое прикольное Первое Это выглядит ярко Безусловно То есть, если мужчина В ресторан заходит с такой бабой Естественно, все будут смотреть Просто в ахере на нее Это да Другой вопрос Как вы ее вот в это Целуете Вот я реально сейчас об этом Как вы член засовываете в это Нет, как вы это целуете Это реально как будто здесь Осы покусали Хочется йодиком ее намазать И так все пройдет И подорожник И пожалеть еще И пожалеть Все будет в порядке Больше не работаю здесь А отдыхаю Не лезь туда Она тебя сожрет Окей, лорд рядом Тусить, отдыхать А потом отдыхать от отдыха Ну да Проводить так выходные Гулять Гулять весело Спуститься в пляс И в пев Опять же, да, пацаны То, что я говорил Без хейта Ну блин, ну она же Такая же, как все Я не такая Я не такая Может, она реально курила Не взятяк У нее рак губы Очень люблю сладкое Несмотря на мою хорошую фигуру Серд из лесных Ягод О, парни Наш клиент рядом сидит Ой, подожди Ну я говорю, гейлорд Как я в ресторан Хожу с Андрюхой Черную спагетти С копченой грудкой С песто Из вяленых томатов И соусом Из желтка Цена В чем? В рублях? Это как-то мало Вот Вот и спрашивала Как они целуются Я сейчас тебе уменьшу скорость Ягод С мерингами И мусором Сливочного печенья Тихо Сейчас будет Сейчас будет Посмотри Смотри Ну ты хотела ради науки узнать Я узнать хотела Не видеть Как они целуются Смотри Ради науки Смотри У него не хватило губ Поцеловали Две губы Потому что у него маленькие губы Он такой верхнюю поцеловал Она вообще почувствовала И вот две губы Как одна верхняя Он просто в верхнюю поцеловал У него там нервы не атрофировались У него там нервы не атрофировались Интересно Он реально Двумя губами В верхнюю такое Поцеловал Она забирается на них Я не считаю себя светской львицей Я просто знаю То что вокруг меня Очень много внимания И я если бы захотела Давно бы нашла себя олигарха Да Ну А мне противно Какого олигарха Спокойся Потому что что вы дадите олигарху Какие у вас не знают Ты очень скучная для олигарха Олигархи любят не просто красивых девчонок А с башкой С башкой Вот как первая Вот первая скорее всего Она и есть с башкой Как у самураев Типа Ну гейши у них были Да Ну все думают Стереатившие это проститутки Но нет Гейши это те Кто развлекали самураев Стихами Разговорами Они должны были быть Образованными женщинами И кстати у самураев Вот это чисто для конторы Даже по бусидо У них считалось Что лучше Лучше не ложиться спать С необразованной женщиной А возлежать С образованным самураем Вместе Поэтому у них Гомосексуализм Типа ну распространенно Достаточно был Так что в принципе Пацаны мы Самураи Что вы можете рассказать Вы считаете что Олигархи глупые Это грамотно Да Должен стоять Богатый Внутренний мир Девушка А вы знаете Мой внутренний мир Вы меня абсолютно не знаете Ты не знаешь Мой внутренний мир Ты знаешь мое имя Но не знаешь Мой имени Но ты даже говоришь Медленно Я не такая Одними и теми же словами Если тебе плюют спину У тебя вся слюня Спина в слюнях Понимаешь? Фильм Секрет Думай позитивно Сказочная Бали Сказочная Бали И потом отдыхать дома После А ты меня уже осуждаешь Но не знаю Меня Вы меня не знаете Это то же самое Когда чуваки С этой сумкой Прада В костюме Пума Говорят мне И катаются на Бэхе Ты меня не знаешь Ну знаю Ты православный Но правда Не соблюдаешь Иконка в машине Увлекаешься боями Бесправил Футболом Смотришь Камеди Клаб Ну вот-вот Чего я там не знаю Ну камон Тут то же самое Абсолютно А и ты еще против геев Сто процентов Телка с длинными волосами Кто ваш любимый писатель? Я счастлива Кто ваш любимый писатель? Пацаны Ставки Ставки Я ставлю на Что она скажет? Если она что-то скажет Булгаков Я счастлива Нитши Дальше Человек Я Не содержанка И Не Олигарх Не интерес Интересно Ее И Других Девушек Внутренний Мир Им интересно Другое Мир Во, мама знает Видимо Она так и не ответила Что она читает Мурзилка А еще одна девушка Татуировка Вот Раз, два, три Все татуировки А почему вы Меня приписываете К ним? Я не Я не такая Я не такая Я не такая Вы и вы Просто Они все Не смотри Татуха еще везде В одинаковом месте Заметил? Ну у этой татуха здесь Да у этой тоже Здесь И у этой Первой тоже Татуха на боку Ну в смысле Там где-то внизу Ну ты не знаешь Историю Историю не знаешь Это по-латыни что-то? Да, по-латыни Ну поделитесь Так, ну-ка Что там написано Сейчас будет глубокий смысл Давайте, пацаны Ставки Что здесь Плюют? Если тебе Плюют, то Ты Слюня У тебя На спине Там Я Сделаю так Что ты не Мир Нет, я не Я не буду Говорить Что? Я сделаю так Что ты не запомнишь Но она как-то не до конца Сказала? Мне кажется, она Она Заблоса Там татуировщик написал Ей что-нибудь Сосухер На латыни Она такая Как в этом деле Да, в муве 43 Я делал поближе, чтобы вас еще лучше разглядеть Сколько вы взяли операций пластические? Ну я делаю Я на самом деле сейчас хочу уменьшить губы И я давно не сделала Сейчас это, кстати, новый тренд уменьшения губ Да, после той передачи Почему вы завершили уменьшиться? Вот какой плюс передача Бариса? Посмотрела на себя со стороны немножко Вот, кстати Здесь я Она просто хочет ведущего уже Пацаны, кто хотел бы проверить ее внутренний мир? Ставь Луизу Критическая масса атаки Да Да Это кто? А, это гейлорд, пацаны Наш клиент идет Самурай Так, пацаны Кто бы его внутренний мир хотел бы поисследовать? Я спешу развеять ваш миф Она не является ни экскортницей Ни элитной проституткой Поклонник Свити Джулианы Ее зовут Свита Джулиана А меня Надин Я буду тебя называть Свита Джулиана Нет, Надин Мы второе придумаем Надин Второе слово Надин? Клеопатра Надин Клеопатра Какая фамилия у него будет такая престижная Типа как Джулиана В инстаграме напишу Надин Спроси у Лисы, этот мужик красивый? Этот мужик красивый? Ну как бы да Но у меня кажется, что он гей Вот так выглядит гей Ну потому что у меня есть знакомые геи Они выглядят вот так Точно Вот так Зализанные волосы, загореленькие Аккуратненько личико вымазанное Видно, что он как по косметологам ходит Скрабики делает Видно прям Это гей разве? Нет, я говорю Ну вот он выглядит как гей Вот все геи у меня друзья выглядят Ну так он красивый или нет? Ну для геев, наверное, да Но меня он абсолютно не привлекает А она? Тоже нет Она как у него лицо, как залупка Надин Розария О, нормально Надин Абдель Мати О, мне нравится Какая? Надин Абдель Мати? Да Надин Никотин Надин Никотин прикольно Кстати, такой вайп созвучный Надин Луковичка Розария тоже Надин Визорио Визорио Лисаона Надин Ринрин Короче, самое прикольное Надин Визорио Надин Розария И Надин Абдель Мати Тоже прикольно Абдель Мати мне нравится Абдель Мати? Все, меняй в инстаграме Теперь ты Надин Абдельмати. В фейсбуке надо, Надежда Кокина. Надин Абдельмати. Все, ты запомнил? Надин Абдельмати. Пацаны, в чате конторы, в телеграме напишите Надин Абдельмати, чтобы было. Чтобы меня не забыли. Больше. Это очень милый человек, она очень добрая. Смотря на все ее внешние данные, я понимаю, что к ней приковано очень... Приковано. Несколько вниманий, она не обделена. Но при всем при этом, она всегда рядом, поддерживает меня в трудную минуту. Я ценю этого человека за... Губами поддерживает? Ну почему губами? С этой проблемой мы боремся. То, что сейчас сказал... С этой проблемой мы боремся, он сказал, как будто у него болезнь какая. У вас пластическая операция губы. Черт. Пластическая операция губы, это не приговор. Нога не функционирует, но мы с этим боремся, мы ходим по специалистам. У вас ретвит губы. То есть они борются с тем, что сами создали. Проблемы, проблемы белых. Ну или не очень белых таких, темноватых чуть-чуть. Чем все остальное. Если вы настоящими друзьями стали, рядом с вами... По-моему, мне кажется, ваш человек. Но что вас заставило... Поцелуй в нижнюю губу, поцелуй в верхнюю. Увеличивать свои губы, может быть, какой-то был неудачный... Я с ним познакомилась уже с такими губами, меньше они не были до знакомства с парнями. Нет, вы чего губы-то стали увеличивать? Вообще, в какой момент? Вас кто-то обидел, сказал, что вы некрасивая или что? Нет, я всегда была яркой, красивой, просто, просто мне нравится. Губы и грудь как-то изменили жизнь вашу? Что-то поменять? Просто мне нравится. Ну, Баян, почему-то ты локоть не увеличиваешь. Почему никому не нравится вот локоть увеличивать? Значит, нет никакого нравится. Есть вот что ты видишь просто у других, и все. Просто я хочу... Вот именно, такая, хочу локоть увеличить. Вот это к этому она не пришла. Сколько миллионов человек, да? Вот для этого и увеличили грудь и губы. Вот ради этого это и делается. Наверное. Посмотрите, у вас уже целая, целая серия этих мини-фильмиков о вот таких вот девушках. Давайте посмотрим. Сейчас будем смешны эти Вайны смотреть его. Это все его подруги, девочки? Да, на самом деле он с ними тусит. Наверное, это мой рай. Вы, может, отец? Да, да, отец. Любимая, у меня на улице есть для тебя подарок. Малыш, малыш, малыш. С праздником! Привет. Свободен. Данными роликами сейчас он какую-то суперсоциальную проблему задвинет. Ты просто снимаешь ролики в инстаграм. Тем более, это было уже у этого Виталика, да? У Виталия Здоровецкого, да, это было. Не драматизируй. Сейчас он как-то будет драматизировать себя, как будто он миссия. Мивым таких девушек. Сейчас все девочки ведутся, она и будет. В основном, да, ну, все девочки ведутся на дорогие машины. Все девушки ведутся. Вот опять этот прикол. Это такой стереотип, как это задолбало меня, сука. Ты девушек не знаешь вообще. Правильная ключевая штука. Все девушки ведутся на такие машины. Да, все, с кем ты общаешься. Да, в твоем окружении. Это как бы твоя проблема. Ты сам себе выбрал таких девушек, вот такие тебе нравятся. Да, они ведутся на машину, сука, что ты обижаешься. Но ты не видишь дальше своего вот этого круга общения. Очень много девушек, которые, блин, не ведутся на машины. С маленькими губками и короткими волосами. Они ведутся на всего лишь на миллион долларов, но не на машины. Да. Ну, короче, да, это проблема. Помнишь, мы с тобой это обсуждали. Пацаны сами в таких втюриваются, вот именно в таких. Ну, что мне делать? И потом заключают, что это все такие. Девушки абсолютно разные. Никогда нельзя говорить все. Не все, а именно те, про которых ты снимаешь эти ролики. Все девушки ведутся. Вот только они ведутся, только они. Вот про них ты и снимаешь. Дорогие подарки. Так было всегда. Вот всегда было так. Слушай, нет, но сантехник. Ну, это ненормально. А те парни, у которых... Молодые парни, у которых нет дорогой машины. Комплексуют, правда. То есть многие парни... Они не комплексуют, кстати, скриньте еще раз. Почему они комплексуют? Они просто не целятся на этих девушек. Вот и все. То есть, опять же, хочешь, соответствуй. Если нравятся такие девушки, ну, ты должен... Пацаны, то, о чем я всегда говорю. Ну, не надо обвинять или хвалить. Надо к жизни относиться как к факту. Ты такой. Так, мне нравится эта девушка. Так что, ага, она любит крутую машину. Так, все, понял. Пойду заниматься крутой машиной. Я должен быть в пиджаке. Да, он же такой. Часы, пиджак, вот они. Вот они. Он сам такой же, абсолютно. Перси ничего не должен быть. Он сам окружает себя дорогими тачками, а потом... А что это меня телки за дорогие тачки любят? Ну, потому что ты таких именно и притягиваешь сам по себе. Почему он еще винит их за это? Еще пытается такой за народ быть. Ну, я не верю такой ерунде. Он пытается такой. Ну, вот если у пацана нету тачек, что ему делать? Да тебе насрать. Тебе насрать, блин. Такие, как они. Вот они, потом они тоже в фитнесе варятся. Причем в фитнесе они всегда с распущенными волосами, накрашенными губами. Я хожу в один престижный фитнес в Риге. Я очень люблю угорать там с людей. Там девушки, прежде чем выйти в зал, красятся и подкручивают волосы. Это они занимаются, идут. И я такой, чмо из бани. То есть, вот вы там друг друга потом находите. Вот вы там варите, где эти дорогие тачки возле фита состоят. Вот это ваше окружение. Вы лези за рамки, придурок. И начинает обобщать. И при этом такой, я парень из народа. Вот я за тех, кто не может позволить себе машину. Да тебе насрать, успокойся. Одни. То есть, ко мне подходит мой друг Гусейн. Познакомь меня с кем-нибудь. Я говорю, почему? Что ты сам не можешь познакомиться? У меня говорит, нет машины. То есть, на меня никто. Что никто. Мы шли, мы шли. Я хочу с вами. Я хочу с вами. Я хочу с вами. Я хочу с вами. Что ты делаешь? А не пить пиво. Не сидит. Там и так дальше. Ищет свой бизнес. Там такие идут. А потом удивляются. А почему меня без машины никто не выбирает? Может быть, немножко и свою планку адекватно расценивает? Я хотела сказать, что нужно любить и не смотреть на кошелек. Я Агвара полюбила не за его деньги, просто за то, что он меня оберегает. Я счастлива с ним. Я его люблю за то, что он хорош душой, а не деньгами. И вот тех девушек нереально жалко. Какие-то у нас создала критическую массу атаки. Я сейчас призываю, я так вообще не люблю. Душа 25 сантиметров. К нам присоединится женщина, которая проводит целые курсы. О, курсы. О, красава. Найс. Это жарко будет. Или у меня температура. Ну, жарко, да. Окно прятка есть? Давай, оконная пауза. Я пока поставлю воду. Да тут осталось уже. Ну, только как раз она пока славит. Я поставлю воду. Пишите быстрее свои вопросы. Эй, слушай, у них трансляция что-то случилась. Ничего не случилось. Все девушки, вы ведетесь только на дорогие автомобили. А как же мы, обычные парни? У меня душа, сука. И вам лишь бы машины. Охрана, человеку плохо. Надюха, что вы это, на машины ведете? Он сейчас кастрюлю на башку одел. Так покажи, ты показал? Что вы на машины ведете? Все вы. Да, у меня есть пиджак и часы, но вы на машины ведете. Ну, вы там спрашиваете? Сколько сантиметров улей? Душа? А? Сколько сантиметров улей, я думаю, душа? Надя? Что? Привет. Я понимаю, что это полная хрень сейчас сзади. Просто... Уровень шуток, пацаны. Уровень шуток. Можно говорить луктилет? Можно говорить луктилет? Так я не знаю, я уже говорил. Взрослый мужчина. А он еще может, когда мы домой купим помидорки и окульцы, он может так еще на столе положить огурец и две помидорины, типа яйца. И он, Надя, а я говорю, что смотри. Поворачивай. Нет, человек философию рассказывает. Да? Покажи попу. Я сейчас попу буду... Ой. Попу буду показывать. Я буду попу показывать. Что? Они просят попу показать. Сказала? О. Я могу в штанишках показать. Мога там галяйки? Откуда я знаю, что у меня справа? А там нет, там маленькие дети могут быть. Ну зайдите в инстаграм, посмотрите. У меня же куча фоток с жопой. В стрингачах. А так скажи инстаграм свой. Лиса Гоу Гоу. Лиса, нижняя подчеркиваю. Я напишу здесь, да? Напиши, да. Ой, у тебя русский тут стоит. Сделай, не латышский. Сделал. А то за голую жопу тут забанить могут. Мне нужна нижняя чёточка. О, я начну её. Лиса Надя, да, у тебя? Да. Короче, вот её инстаграм, можете там голую попку её смотреть. Только теребонька идти письку. После стрима. По будним дням только. По выходным я теребонькаю. Ну мне неприятно. И что я буду осознавать, что сейчас одновременно со мной ещё тут теребонька. Так это наоборот. Как будто гей. Нет, надо наоборот. Типа, ребята, сейчас все дружно теребонькаем. Слин заканчивается теребонькаем. А, типа у нас такой флешмоб. Да. Вся контора теребонькает на твою попку. Нет, почему-то моя попка. В принципе. Не, может, про твою попку говорили. А, ну это фига. Я вам сейчас, мужик, сейчас смотрите, я разрулю ситуацию. Отдай чипсы мои. Ну, с водичкой заканчивается. Чипсы мои отдай. А я хочу пить. Не сломай аппаратуру. Ладно. Ладно, семья, контора. Что там? Мастурбационная сходка конторы. Мастурбационная сходка конторы будет каждый первый четверг нового месяца. Вот. Все одинаково идем на какую-то фотку и сидим на нее. Каждый четверг, да? Новый, новый, новый. Каждый первый четверг нового месяца. Все, давай смотрим дальше. Я попку лике, я жду. Ну, пацаны, тут как бы, как бы мои полномочия, все. У меня просто черкаш там неудобно. Забаня, за черкаш. Сейчас, погоди, я перну. Ну, бля, ну не надо. Ну, бля, у меня уже выходит. О, бля. Ну, не здесь. Это из-за чипсов. Ой, я не буду говорить. О, как будто ты не пердишь и так. Придешь сейчас туда в комнату, там напержена. У нее, она пердит так, что у нее одеяло, потом утром просто полностью все пропитано. Нам не нужно дезинфекцию даже никакую. Она убивает все бактерии. Я буду убивать... Я сейчас буду убивать все бактерии. А, нет, я не буду есть. По природе. По природе. По природе. Да, на ручку. Поэтому у меня стул и сломался, кстати, что... Ладно, давайте мы дальше это самое... Врачить меньше на нем надо. Я дрочу в вертикальном положении. В смысле? В вертикальном стоя? В горизонтальном, значит? В горизонтальном. Ну, ладно. Так, ладно, короче... Я буду убивать все бактерии. Все, дальше смотрим. Сейчас эта мамаша придет. Да, аккуратненько. О, о, о! Ее же взрослому молодым мы показывали. О, бля, без штрафа. Ну, вырвается, погоди. Ну, так иди, сходи там, припердись, потом придет. Это на самом деле знаки внимания. Я настолько... Ты меня привлекаешь, что у меня из всех дыр лезет. Ее помнишь, взрослому молодым мы показывали. Может быть. Короче, с мужиками до 50 тысяч, пацаны, спать нельзя. О, наша подруга под коксом. Я не такая. Я не такая. Какие они, садежанки, девушки, которые знают себе цены и готовы ее объявить? Варя Пак. Сидит сдержанно, молчи. Самое прикольное. Споры не лезут. Это все из-за тренингов, которые она проводит для женщин. Тренинги, которые учат извлекать материальную выгоду из общения сильным полом. Печаская предлагает классифицировать мужчину. Я думаю, это первое, что студии скажут. Что она может знать? Юля Печаска, наше студии. Видела, как этот чувак смех сдерживать пытался. Когда она зашла, который в белой рубашке сидит. Смотри, смотри, что покажу. Вот она заходит. Смотри, смотри, смотри. Такой фиг. Здравствуйте, Юль. Но, знаете, прежде чем поговорить, я хочу сразу показать ваш тренинг. Как вы классифицируете мужчин именно по толщине кошелька. По доходу и замещенному. Смотрите. Пацаны, запоминаем. С этими мужчинами спать нельзя. С такими не спим. Женщины не должны с ними спать никогда. Если мы возьмем с вами львиный прайд. Или какую-то стаю обезьянок. То там мужчин, которые являются низкоранговыми. Они сексом не занимаются с самками. Более того, самки их от себя гоняют. И все остальные самцы, которые являются средним высокоранговыми. Я смотрю, кстати, Animal Planet. Мне это интереснее обсуждать, чем людей. Animal Planet смотрю, и там у обезьянок есть, да, такие самцы, которые изгои там накосячили, или влезли куда не надо, или просто там со внешностью что-то не то. И втихую самочки с ними изменяют. И дальше этих королей, их царей этих, как лопухов, развод прибегают. Я никуда не отходила. Бегают и втихаря перепихиваются с этими самцами, которые там на стороне. Потому что в итоге все равно даже у людей побеждает именно генная природа. А они это делают, чтобы было разнообразие. Они это делают как-то интуитивно, или не знаю, как, чтобы было. Потому что если все дети будут от одного самца, от этого, да, то может там какие-то сбои быть. А так они за разнообразие, и поэтому они специально спасают. Реально в итоге самки спасают. Поэтому ты такая приходишь ко мне с черным ребенком, мы такая, ну чисто разнообразие, я такой ради науки. Реально. Они нет, должны разложаться в принципе. Мужчины от... Вообще, когда сравнивают человека, вот типа говорят, точнее у животных вот так и так, значит вот у человека тоже так. Это не совсем верно. Это не совсем верно. Это не всегда верно. Нельзя сравнивать животных и человека. Надо изучить сначала одно и второе. А то одно говорит, а второе не договаривает. Как это и наш костыль, но это и наш как бы дар, это есть интеллект. И вот этим мы дико отличаемся от животных. Мы можем какие-то алогичные с точки зрения природы вещи делать. Блин, секс за еду, они... Почему она до сих пор думает, что секс это какой-то подарок от женщины? Вот это самое тупое. Ну, какого... Ну, блин, это сложная херня. Ну, это же не подарок. Типа, ты как бы полный комплект тебя интересует. Так-то тебе и подрочить, и все. Хотя, конечно, это другое. Ну, типа, ты можешь тогда в любую свою пирку всовывать, тебе будет насрать. Если реально секс это подарок. Но это же не так. Они как-то все это расценивают. Я даже не могу понять эту логику вообще. По сути, все вот, кто замужние пары, так это и как бы и происходит. Секс за еду, как бы так, по сути. Вот если кто живет, они вместе едят, вместе спят. Это как бы в итоге и получается секс за еду. Я как-то... Я реально просто настолько... Что там в голове, я даже понимаю. У них проблема в том, что они, ну, секс как-то рассматривают вот вокруг него. А почему именно секс за еду? Может, разговоры за еду. Может, мужик во мне разговор ценят. И вот я с ним общаюсь за еду. Они как-то вот, ну, свою вагину как-то... Я бы, в этих женщинах-то, я говорю, опять же, есть санта-старпёры импотенты, которым надо другим мужикам доказать, что они статусные. И они снимают себе вот этих... Женщин-содержанных, как они их называют, чтобы они просто доказывали их статус, чтобы вы в обществе приходили с ними. И они даже не спят вместе. Почему вот у них действительно все вокруг этого секса крутится? Они слишком преувеличивают секс, важность, и слишком... Их вагина, они, ну, призом считают каким-то. Это же не так совершенно. Уже мужчины, с которыми можно выстраивать отношения. О-о-о-о-о! Кто вам это сказал? Мы его вышли! Над медикой, надо еще полочку писать. Мужчина-обезьяна, чего вы решили, что обезьяна? По генотипу мужчина от обезьяны отличается меньше, чем на 1%. С чего вы это решили? Эх! И что? Но это отличие очень большое. По генотипу банан на 50% всего лишь отличается от человека. Почему она не привела нам в пример, как вот... Что у бананов? Вот бананы, они вот в шкуре ходят, и вот почему мы в шкурах не ходим? Вот что за фигня? Ну, это вообще не доказательство. Ей нужно больше ознакомливаться с биологией, с челами, которыми встекут в биологию. С биологией тоже. И которые скажут, что нельзя сравнивать поведение... Типа вот мы видим какое-то поведение у животных определенных, а потом говорим, вот поэтому у людей так. У животных настолько разное поведение, там... Есть животные, которые после секса самка убивает самца, да, пауки есть. Почему с ними она не сравнивает? Есть животные, которые вообще без секса размножаются. Да. Типа самки сами беременеют. Да. Ну, у них нет ни самцов, ничего. Есть такие животные, ящерицы некоторые, морские некоторые животные так делают. Ну, то есть у них вообще всякие крэйзи фигни есть. Ну, нельзя так сравнивать, нельзя. Иногда можно в некоторых позициях, в некоторых позициях. Там очень сложно, пацаны, там не так все просто. Типа, по логике, вот когда человек начинает... Не, ну, по логике же вот так, это все херня, по логике это все фигня. Это факт, это биология, так же, как и так? Так же, как и женщина от внимания, так же, как и женщина от самки гориллы, отличается по генотипу меньше... Ой, Ярик прикольно сказал, они сравнивают с тем, с чем выгодно сравнивать в их контексте, да. Ну, и в конце концов, почему нельзя сказать так? Даже если она сравнивает, вот у обезьян так, почему мы не можем сказать? Ну, а у нас так не будет. Почему она... То есть она полагает, что человек должен копировать обезьяну, пускать... При этом, при этом, она выбирает только выгодные штуки. Если бы мы копировали обезьяну, мы бы не полетали, не взлетели бы на Марс, мы бы не смогли бы лечить многие болезни, и вообще мы бы до сих пор в этой пещере долбанной сидели, условно. Самец приходит... Она нам говорит в 21 веке, что нужно копировать поведение обезьян, поэтому бабы трахайтесь только с теми, кто не менее 250 кусков зарабатывает. Это только за еду. Самец убивает чужих детенышей другого самца. Да, мы должны убивать чужих детенышей, чтобы до конца уже идем, до конца. Почему только одну вещь, только один аспект берешь? Да, почему... Теперь надо тогда... Давай копируем обезьян, пополнить. За убийство детей не сажаем тогда в тюрьму. Я убил детей другого самца. Я пришла к тебе с ребенком, ты убил его, сделали своего. Да, и все. Идем дальше. Такой бред, вот где выгодно, там копируем, где невыгодно, там не копируем. Ну, хочется выразить ей респект, что она нашла этих дебилок, разводит их и зарабатывает бабло. Ей респект, ей респект. Вот это да, вот это круто. Это как респект всем чувакам, которые там эзотерику преподают, всякие, там, эту магию, маркетинг. Да, они лохов, ну, обувают просто. Лохов надо разводить. Если они разводятся, надо разводить. То есть каждый зарабатывает деньги, как он может. А она, я уверена, зарабатывает очень неплохо. Она в итоге живет с обычным мужиком. Да, муж, дети. На обычную зарплату. Муж, дети. Мой толчок к утрам. И вот эти кубатые приходят. Да, 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 да. И муж такой, ну, что, сколько сегодня развела? Все, не представляешь, 20 человек было. И они верят мне, я им всякую херню про обезьян говорю. Они такие, да, действительно, действительно. И да, не забудьте сдать столько сегодня по 100 тысяч рублей. Все. И продолжим занятия. А чему он отличается очень серьезно? Мы с вами по генотипу абсолютно различаем. Мы с вами по генотипу абсолютно различаем. Мы с вами по генотипу обезьяна. Мы можем разводить его используем. На один проценте отличаемый. И он делает нас людьми. А вы совершенно с животными, я так понимаю, здесь интересно. Да, он с ним правильно сказал. Даже один процент отличия в генотипе вообще живых существ, даже растений. Этот один процент дает огромное отличие, очень сильное. Что ты говоришь? Я говорю, мне интересно сейчас он спросит, а вот вы замужем? А скажет, да, замужем вся студия? Что ты делаешь? Мне интересно. Сейчас, мне кажется, вода просто закипела. Да. Бананы не ходят. Вчера, кстати, смотрела в Animal Planet, что некоторые только обезьяны научились моллюсков камнями открывать. То есть есть те, которые пытаются ломать зубы, скрыть и психуют. Есть те, которые там об каменек бьют, а только избранные научились, догадались, что нужно взять камень и бить моллюсков. Тогда можно эту скорлупку разводить. Избранные снова на микрофоне. Телки любят меня, я намазываю сиськи мороженым. Сливочным мороженым. Сливочным мороженым. Один петеракин скурил. Сливочным мороженым. Мороженым. Сейчас я кое-что возьму. Давай. Кое-что возьмет у кое-кого. Надо. Ликей, надень кастрюлю на кухну. А в ней уже гречка варится. Так что сорян, пацаны. Блин, пусть бугуртят. Прикольная тема. Сидим такие четко, будто на одной хате все вместе. Да, контора? Вместе сговорю. Что? Блядь, нет, ты болеешь. Какое нахер мороженое? С тем перегрелось уже. А мне купила? А что ты не могла купить? Это реально бесит. Сука. Вчера тоже. А ты чипсики мне купил? Тебе нельзя. Я заботюсь о здоровье. Вчера тоже. Что ты купила? Вот и мне не взяла. Ролтон. Ролтон. Я такой, главное, пришел, что-то там запаренный. Я такой, вкусно пахнет. Что ты жрешь? Ролтон. А мне? О, я что-то запуталась. Что запуталась? Вот у тебя полка. Много Ролтона. Ты шла за водой? О, бля. Просто за водой в магазин. И тут то же самое, мороженое. Ну возьми ты еще одно из холодильника. При этом она болеет, она простуженная. Ну, женщина, small brain. Я читала, что мороженое... Я читала на сайте woman.ru. Нет, я не читаю такой сайт. Просто изучаю там здоровье. Да. Что мороженое из-за того, что холодное, оно убивает бактерии в горле. Серега! Блин, а почему ты не могла мне купить? Да я не знала, что ты хочешь. Почему ты тут хочешь? Купила бы в холодильник, кинула. Если что, сама бы съела. Да, я буду валяться. Вот так вот, пацаны. Я ей все, а она мне даже мороженое не смогла купить. Ладно, смотрим дальше. Я призываю к тому, чтобы было все так, как было всегда. Всегда женщина выбирала мужчину сильного, который способен ее содержать. И это совершенно правильно. И это единственный способ, который должен предприменять. А вас, ну, и содержит весьма такая. Я замужем, у меня успешный муж. Я замужем, мужчина. На эту тему. Будем откровенны. Выбирали, вы правильно сказали, сильного мужчину, физически, который мог повоевать. Сегодня век изменился. Конечно. И те, кто старше, они богаче. После них было больше времени. Конечно. Поэтому получается, что вы учите выбирать старых мужчин, опытных мужчин. Нет, неправильно, Павел, нет. И все, это именно так. Нет, это не так. Вы совершенно не правы. Надо учить выбирать потенциал. Учить выбирать старых мужчин, которым мы готовы развиваться. Я нашу название всего этого. Я нашу. Типа, может, он сегодня не зарабатывает, там, 50 косарей, да? То есть она считает, что с ними даже вообще нельзя общаться. Ну, сегодня нет, а завтра да. А потом она припрется. Ой, Петя, привет, помнишь меня? Да не, не помню, отвали уже, все. Когда я на 15-м троллейбусе ездил, что-то ты, это самое, знаки внимания мне не делала. Вот я, наверное, чувствую потенциал в мужчинах. Да? А что ты со мной тогда? Нужно взять потенциал. Какой? Стать бомжом? Ага, она выгоду повелась. Знаю, что этим женщинам надо. И мороженое сама не купила. Потенциал она чувствует. Это называется королевство кривых зеркал. Те, которые, у которых нет денег, научат делать бизнес. Те, которые, вот я не знаю, закомплексованы. Те, у кого нет денег, лучше делать. Пытаются кому-то что-то объяснить. Те, такие вообще, поста срать им. Думаю, как на боли уже свалить. Послушайте, я. Которые сами с мужчинами не спят. Юля, Юля, можно конкретный вопрос вам задать? Конечно. Мужчина у вас есть? Созумеется. Вы с мужчиной, какие отношения вы строите? До миллиона рублей. Прекрасный, конечно. Но в данную минуту данный, я надеюсь, что он вырастет. Скажите, а сколько лет вы в браке? А в последнем браке, в крайнем браке, я пять лет. Так не умеете успешно. В Украине так, чтобы не сгладить, что ли? Да, чтобы не последний был? Я не знаю, это как пойдет. Шалунь. Чтобы не последний был. А сколько раз вы замуж выходили? Дважды. И оба раз-то были успешные. Я влюбилась в другого мужчину. А, наверное, и в третьем раз тогда. Я не загадываю, что будет дальше. Я же вы сегодняшним днем. А сколько у него доход-то? Не сладко мужик уже. Я не хочу это афишировать на камеру. Я не хочу это афишировать на камеру, зачем? Тем более. Сколько ты зарабатываешь? Судя по вашей лекции, то должен быть миллион рублей. Я могу. Петросян шоу. Наш порядок. Подобных тренеров. Большинство женщин имеют мужчин подкаблучников. Сто процентов. То есть она его кормит, да? Да, вы правы. Сто процентов. То есть она собирает у девочек деньги, обещает им нормально их в этот замуж. Правильно. Правильно. То, что мы говорили. То, что мы говорили. Мы увидели только первую часть этого мастер-класса, где вы их филсифицируете. Давайте посмотрим. Мужчина не способен усваивать информацию. У него, если вы так быстро с ним разговариваете, как я сейчас с вами, у него в какой-то момент переключается тумблер, и вы становитесь музыкой. Он не понимает вообще, о чем вы говорите. Он будет говорить, да, да, да. Он говорит, да. Я спрашиваю, что он сказал, да, там, да, да. Любимый мой хороший, медленно, как собственно отсталым ребенком. Какой ты осматривайся. С мужем так же разговариваете? Когда я хочу с мужем о чем-то договориться, то мы договариваемся. Как? Привет. Мы договариваемся как люди, которые давно друг друга знают, и лучшие друзья. Хорошо. Юль, смотрите, я хочу вернуться к бабкам. Давайте, конечно, да. Значит так, вот вы сказали, от миллиона рублей надо начинать строить отношения. Нет, от не от миллиона, от 80 тысяч. Вы сказали, от 80 можно начинать качать. Качать, 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 это в него. Нет, не из него качать, а в него качать. А вот доход до миллиона, это уже отношение к... А что вы там в него качаете? Мы качаем много чего. Много чего, не надо, он распухнет, не надо в него все качать. Мужик, сквозь, отмазался. Все знания имела в виду качать его. Юля, ну давайте теперь самое главное. Вы же учите не просто присматриваться к доходу, но и тому, как... Чувак написал, просто бабу кукарекают, там не разобрать. Смешно. Я учу девочек тому, каким образом, и что им нужно делать для того, чтобы мужчина хотела не заботиться, решать все их проблемы, давать ей то, что она хочет. Например, научите. Самое простое. Самое простое, это если девочка идет по улице, и она хочет цветов, нужно просто попросить. Не нужно выдумывать, что там, ах, там, циточки. Просто попросить, подойти, ну, и ты идешь со своим мужчиной, нужно просто сказать, знаешь, я сегодня очень хочу белые розы. Подари мне, пожалуйста. И тот таким образом это делает. А идите, а сколько стоит узнать вот эту страшную тайну? Сегодня я ее вам подарила. Вы знаете, в разных регионах по-разному от 3 тысяч рублей за двухдневный тренинг и дороже. Ну вот Алена Гарк, она уверяет, что успешно выучилась у Юлии. И все ее уроки уже... Вот, это я ученица. Сейчас узнаем, что... 60 евро, да? Сколько, 3 тысячи рублей? Ну да, 60 евро примерно. Ну, а так и стоит. Два дня. Андрюха, это ходит 30 евро в день. Да, и тебе скажут, если хочешь белые цветы, скажи, хочу белые цветы. Да, 3 тысячи рублей. Не, ну он на другие стоит. 3 тысячи рублей. Он, не... Ну он, да, как стать мужиком, это я знаю. Он воля воля просто. Не, не, он на другие, Мартин там всякий, бизнесмен. Сейчас узнаем, это ее лучшая ученица, чему она научилась и сколько ее муж зарабатывает. Алена, я вас могу поздравить. Вы недавно пересели за крутую иномарку, джип. Да. Мужик подарил? Подарил. На пятом свидании. На пятом свидании? А что вы сделали для этого? Вы... Вы... Я просто была женщиной. Я просто была внимательная к этому мужчине. Его деньги вас интересовали? Вы знаете... Его доход. Вы искали богатого мужика? Я просто общалась с мужчинами. Я свободная девушка. И хотела, конечно, познакомиться с кем-то. Да? Я знакомилась с мужчинами. Она бы, наверное, и быстрее не... В рыбных местах. Вы так тоже цели, произвели... Знакомилась везде, это хороший ответ для девушки. Мы знакомимся с мужчинами. Мужчины вообще жалуются, что им страшно, что им знакомиться. Видим, хорошим мужчинам. А вы мне скажите, зачем вы пошли на эти курсы? У вас какие-то проблемы были с мужчинами? А я хотела узнать что-то новое. Я понимала, что мне не хватает уверенности в общении с мужчинами. И что-то было не так, видимо. Это вы вот на этих курсах обретали уверенность в себе? Я обрела... Почему она вообще какие-то курсы проходила? Ну, судя по внешности, она такая уже зрелая женщина. Она что, так и не разобралась, типа, как с мужиками взаимодействовать? Бред. Что за бред? Она выглядит старше, чем учитель. Странная фигня. Будучи, помни, 20 лет. Мне кажется, ей уже тогда ничего не поможет. Ну, если ей надо какие-то курсы ходить за 3000 рублей, где тебе скажут, что дай мне мороженое. Ты время засекал? Да, засекал. Секундомер. В моем революционном Samsung Galaxy S24. Я посалила. Что посалила? Лечку. Окей, что теперь? Просто посалила. А, окей. А, окей. А бы бык на сковородке? Ну, там на сковородке следить за ними, да, поэтому потом? Стагированные, будучи полностью сконцентрированные на себе. Вы считаете это уверенно? Вы знаете, я стала уверенной. Где вы нашли мужчину, который вам просто выкинул машину и подарил ее? Он сейчас придет. Он сейчас сюда придет. Давайте его и позовем, Виталий Смирнов. О, интересно, что сейчас Виталий скажет, когда ему скажут, что твоя женщина прошла курсы и поэтому тебя добилась. Курсы по Минету видел, да. Я пробовал повторять. В Риге я проходил Минету. Я ходил. Да. Кстати, да, вот эта женщина, которая преподает эти курсы, вот пришла сейчас на эту передачу. Какая ей реклама, прикинь? Ну, как бы мы все, мы ржем. Мы, конечно, сейчас. Она вообще... Хадукин! Она вообще очень грамотная. Мы, конечно, туда не пойдем, мы ржем, но к ней пойдут. К ней пойдут, она заработает. И идут уже, и пойдут еще. Эти все девчонки, которые с пацанами и без пацанов пришли, им тоже реклама. Сейчас какие-то получше им пацаны напишут. Раз в месяц, раз в месяц курсы, например. Раз в месяц. Она подготовилась, перечитала пару книг таких, типа, для девочек. Подари мне белые розы. Да. Что мужчине надо говорить все напрямую. Вот это вот все поначиталось. Все такие книжки, обычно маленькие, вот такого размера. Потом подготовилась. Человек-десять пришло. Уже заработать на ней нормально. И в итоге, походу, какой-то дед к ней пришел. Не себя себе. Окей. Так, хорошо, по любви поняли. Виталий, опять свидание, вы уже подарили ей машину. Как вы решите, такой щедрый подарок человеку, которого вы еще даже не узнали? А для человека, которого я люблю, мне не жалко. Слушайте, у вас сейчас перед выходом из студии будет стоять толпы женщин. Я, если нужно, еще один джип подарю. Чем она вас купила? Она единственная. Такой больше нет. Молодец, вы, молодец, ее женская энергия прям с нее приполняет. Вы сообщите, когда на свадьбе, пригласитесь. Я вас обязательно пригласил. Я ей съесть сюжет, да, поехали. Да, просто самые правильные отношения, самые правильные отношения, это когда мужчина знакомится с девушкой, берет ее за руку и говорит, я больше никуда тебя не отпущу. Я дам тебе все, что я смогу для тебя сделать. И если он может дать ей машину, он дает ей машину. Если он может купить ей квартиру, он может покупать ей квартиру. Если он не может дать ей даже и ты, то он просто не подходит к этой женщине. Если бы учили не только деньгами. В принципе, да, логично, то, о чем я говорил. Если может подарить, почему бы и не подарить. Но не только на этом все базироваться должно. Тогда бы мы увидели здесь еще других героев. Павел, мы мерим не только деньгами. Это просто кусок одного тренинга, который конкретно был про деньги. Возможно, это вырвано из контекста. Вырвано, конечно, да. Но позиционируется это так. Понимаете, я вижу это. И это не скрывает. И подтверждение наших героев тоже так. Кстати, мужчина замечательный. Надо брать пример с таких мужчин. Правильно? Посмотрите, как она разговаривает. Нету какой-то нервозности. Нету вот этого трясения вот этого мужчины, задалбливания его своими какими-то проблемами. А потому что он решает все. Правильно. Но она обладает этой энергией, которая притянула успешного мужчину. Она стала женщиной, а не мужиком. А правильно. Вот о чем у нас разговаривают. Конечно, нам как мужчинам не нравятся вот эти заявления, отношения как к дебилам. Как к обезьянам раз. Не нравится. Как к тем, что мы вообще не способны слушать. Я хотел бы разговаривать, в том числе и с женщинами. Я умею с ними говорить. Я не дебил. И многие здесь присутствуют еще тоже. Я не такая замечательная мужчина. Я хотела сказать о том, что мы любим разговаривать, мы любим веселиться, мы любим общаться. Иногда мужчины между собой говорят то же самое о вас, о женщинах. Всего лишь только потому, что не можем находить общий язык. Мы столько сегодня улыбнулись, на самом деле, не смешно ведь совсем. Ведь все, чему вы учите, имеет отношение к всему, чему угодно, только не к нормальному, человеческому и семейному счастью. И вообще, когда отношения начинаются с валюты любой, сколько тысячи миллионов женщин на этом обожглось, сколько сломанных судеб поверили здесь. Самая такая адекватная в сегодняшнем выпуске. А потом, а потом вжалели всю оставшуюся жизнь. Я все же вам просто не колечусь, не пожелать. Лизит у него живет, граника все поняла, построила. Все, да? Да? Сколько нам еще впереди можно смотреть? Я ужасно прекрасно, полный выпуск. Вот это тоже наш вариант, все эти фрики. Родители сделали из меня Барби. Уборка в золотой клетке, легко ли служить и прислуживаться? Ну, короче, выпуск, где эта моя любимая из России. О, мужская, женская. Наша передача. А это что? Раскатали губу секретных охотниц за миллионерами. Типа прям... А, это прям именно за миллионерами, прям именно охотятся. Ну, там, короче, то же самое, походу, все будет. Короче, да, блин. Распространенная тема. Ну, обидно, что конец чувак пишет. Мне на самом деле тоже дико понравилось, так как-то прикольно сидим. И челы как-то смотрят, комментируют. Ну, прикольно. Вот. Ну, что? Пишите, что вам как, интересно? Что, да, продолжать. Вот, ну, в принципе. И какие темы надо смотреть? Короче, варианты обсуждают. Есть передача прикольная, где фриков обсуждают. Таких, как Руслан. Да, фрики, там, типа, чуваки с теми-то татуировками, с раздвоенным языком, которые приходят. Обсуждают вот этих вот. Потом, ну, вот эти девушки, как бы, я думаю, следующая педаща будет такая же. Какие эти еще темы накидываете? Может быть, с детьми что-то связанное? Про геев там, про... В следующий раз надо какую-то новую тему. Не про этих женщин взять, а вот что-то другое. Ну, тоже такое, типа, спорное такое, знаешь, контравершери. Накидывайте тему. Бример, я был на Говорит Украина два раза. Это Руслан, который. И на Детекторе Лжи. Руслан, мы можем посмотреть Детектор Лжи с тобой, если хочешь. Вся контора посмотрит. Про бомжей. Короче, да, тем дофига, на самом деле. Что-нибудь, типа, фриков темы нравятся. Про руки-базуки. Прикольная тема, актуальная сейчас. Ну да. Про него даже несколько передач есть. Да, причем мы ее ни разу так не смотрели. Мощно. Потому что про фриков мы много уже смотрели? Про старых, бедных женщин, рожающих по 10 детей от мужа, которые любят. И я интеллигентно. Нет, крайне деликатно. Может быть, вот если он вас бьет, может быть, уже не надо рожать. И начинается... — О! Дети, цветное! — Максим� шовudan. — О, пора гречку убирать. — Я окно пока открою. — Сейчас, пацаны, гречку выберем. — Ну, всё, игры уже теперь закончим. — Да, давай, прощаемся тогда. Ну что, парни, блин, круто Прям сидели, смотрели, офигенно Напишите, что, может, где-то Слышно, может, меньше пауз делать Или, ну, короче, какие-то Как это с той камеры Выглядит, мы-то не видим Может быть, тихо слышно Еще это самое Все, кто еще не подписался Потому что многие люди потом пришли В описании В Твиче ссылка на ВКонтакт Наш конторский И там есть ссылка на Телеграм-канал Там, где все конторщики могут переписываться Ну, когда, например, стримов нету и все такое Слушай, Денис, ты можешь сейчас В чат, в Твиче ссылку на Телеграм дать? Лиса, клевая жопа Стикер-пак сделал уже С нашими смайлами, о, круто Денис, скинь, пожалуйста, пацанам Ссылку на Телеграм Кто еще просто не заджойнился Пускай сейчас заджойнится Будем там переписываться Иногда вместо Ну, когда нету Этих самых Стримов И, может, на стримы тоже что-то Еще, кстати, в ближайшие дни Может, даже завтра Или в какой-то другой день Я пройду A Way Out Вот, кореш будет Он из России Там игра эта вдвоем проходится Вот, пройдем ее на PlayStation Вот Блин, Денис, давай Скинь ссылку уже Дотеров Про дотеров Вот, пацаны Ссылка на Телеграм Заходите в чат В общем, мы все там Вся контора там Ну, на сегодня тогда все Спасибо, что были с нами Будем еще тогда смотреть передачи Обсуждать Так Не забудьте кинуть 25 тысяч мне Да, ей 25 тысяч Ее сумма, как бы, да Моя сумма Все, всем пока Потому что до этого Не надо строить отношения с мужчинами Ну, вот так рассуждает Все, пойду выпили От 25 тысяч можно